Приветствуем вновь вас, дорогие друзья. Ну что же, момент X настал. NIP против команды Na'Vi сразятся в очном матче за выход в плей-офф. Три из четырех команд уже определены, остался последний слой. Собственно, за него сейчас команды и будут сражаться. А у нас небольшое изменение в студии аналитики. Вместо Дениса Сизда-Костина на некоторое время, я так предполагаю, Евгений Слипчик-Слипс-Навайл к нам пожаловал. И все, также дядя Митя, The Legend of CIS Counter-Strike. Здравствуйте, господа, еще раз. Как ваше настроение перед этим шикарнейшим матчем? Настроение замечательное. Только что играл в PUBG, выиграл каточку. Ладно, я шучу. Настроение отличное. Очень жду этого матча, очень жду появления Na'Vi в полуфинале. Думаю, что у них все получится. Интересно посмотреть, как проявят себе Плопски из команды NIP-новичок. Как сегодня будет играть Бумыч, которого пока не очень хорошо получается в индивидуальном плане, но он выполняет много грязной работы. Поэтому матч очень интересный, я очень его жду. Но NIP вчера играли, играли хорошо. Forrest, как сказали тут вот англоязычные, скажем так, наши коллеги, человек с мечтой. Человек с мечтой шел до допов, человек с мечтой пытался выиграть невозможную команду в их состоянии. В данном случае выиграть, как мы видим, не особо получилось. Так что NIP находится вот сейчас вот вместе с Na'Vi в четвертьфиналах, собственно. Ну, предположительно, Na'Vi здесь все-таки являются фаворитами на серию в целом. Вот по картам тут еще вопрос. То есть NIP при прочих вот всех равных, какие-то карты, например, могли бы у команды Nato Swincer отжать из того, что я видел вчера. Например, Dust2. Forrest там бахал, как отец просто. Вот так вот, очень хорошо. Но насчет остальных карт сложно. В принципе, противостояние довольно легендарное. Оно имеет огромную историю длиной там несколько десятков километров. То есть они очень много раз встречались и все далеко неоднозначно. Но сейчас есть довольно-таки явный момент, который нам позволяет утверждать, что NIP будут играть вторым номером, скорее всего, в этом матче. А это как раз-таки та самая замена. Пусть и перспективная, пусть и молодой Плопский будет играть в этой легендарной, не побоюсь этого слова, команде. Вопрос в том, против команды Na'Vi есть ли вот эти какие-то ресурсы, заготовки и, в принципе, шансы выиграть в целом серию? Про одну карту окей. Мы можем утверждать, наверное, даже в ста процентной вероятности, что NIP все-таки одну, скорее всего, да, отожмут. Но матч в целом выиграть, учитывая то, насколько круто Na'Vi сейчас играет, я думаю, будет крайне тяжело. Что думаете, коллеги? Ну, я могу два параметра назвать, которые помогут NIP сделать что-нибудь. Первое это Forrest, второе это Rez. Как было и на мажоре, собственно, ничего не поменялось пока что. Но хотя бы, подожди, Плопский, почему Плопского ты списываешь? Говорят, парень. Тяжеловато новичкам проявлять себя, тем более в таких больших матчах. Для него это, наверное, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь в данной ситуации, первое выступление на крупной сцене. Я думал, скажешь, а я никогда не ошибаюсь. Нет, нет, ни в коем случае. Напомню, что Плопский это игрок, который этнический испанец, который долгое время выступал за испанские команды. Потом его заметили шведы, и он играл за шведскую команду в испанской организации. И вот, наконец, он играет в шведской команде, легендарной команде NIP. И для него реальная проверка, потому что это первый матч на крупной сцене ESL Köln. Для него это дебют на большой арене. И, конечно, будет сложно по сравнению, как он справится с давлением. Но, как показывает практика и история, чаще люди, молодые и талантливые, справляются с этим давлением, показывают крутую игру. Поэтому мне очень интересно, как он себя проявит. Даже такое маленькое предчувствие есть, что он будет хорошо играть сейчас. А счет чего могут NIP побороться? Ну, NIP на самом деле на этом турнире выступают достаточно неплохо. Они обыграли Vitality, которые только что показали отличную игру и вышли в полуфинал. Но поборолись с Astralis, причем с счета 12-3 камбэкнули до допов и там проиграли. И на Inferno это было сложно. Конечно, на Inferno им пока сложно дается, в принципе, играть. Вот поэтому у Na'Vi будет преимущество перед NIP. А так, конечно же, как сказал Слипчик, Reforest, Rez, ценная движущая сила NIP. Но на каждом Foreste и Rez находится свой Simple Electronic, Simple Tronic или Boomage, допустим. Да, то есть очень интересно посмотреть, что сильные индивидуальности, но все равно во всем параметрам Na'Vi все-таки повыше. Но, как часто бывает, все это в игре может не помочь, но я уверен в том, что Na'Vi все они победят. Ну вот Nato Swincere, ну давайте точнее не то, что Nato Swincere, а Simple тут недавно интервью давал одно из, наверное, последних по поводу ножа вот этого своего. Что он такой? Я просто захотел залезть, я попытался, типа не получилось. Но я даже не думал о том, что мы проиграем один в три клатч. То есть Simple знал все еще, я вернусь к своему твиту, о котором писал, то, что Simple все еще считает Na'Vi своей командой. Он все еще считает Na'Vi командой, вообще он все еще считает своих тиммейтов тиммейтами. Поэтому он, собственно, им доверял, поэтому он именно так сделал. Если бы он никому не доверял, он бы вообще ничего не сделал лишнего, в принципе. Когда ты никому не доверяешься, ты просто закрываешь типа все сам, и шли бы все остальные, как бы, знаете куда. Такая история. Но в то же самое время это означает то, что Саша, скорее всего, сейчас вот при выходе вот уже на Langsys Arena будет играть максимально аккуратно, чтобы засекьюрить, собственно, полуфиналы уже без вариантов, уже без вот хотел-зарезал вот это все. И вот такой Саша гораздо опаснее, чем веселый, расслабленный с ножом Саша. Йоло Саша. Йоло Саша, да. Вот такой гораздо опаснее, черт возьми. Тут никакие даже заяву к такому Саше, например, даже не близко. Ну хорошо, вот мы говорим о конкретных фигурах, которые будут, опять же, мелькать в этом матче. Это Reyes Forest, ну и, опять же, Electronic Simple, это, наверное, все-таки главный, так скажем, берсерки и мастодонта своего дела. Но есть же и другие люди, которые стоят за всем этим успехом у одной и второй команды. Данила Тесленко, собственно, многолетний уже ингейм-лидер команды. И тот же и Forest, и Гетрич, то есть опыты, у которых там вместе с Даней Зевсом там года. И смотри, Na'Vi убирают Dust. Мить, мне кажется, для тебя этот турнир складывается как никогда неожиданно. На самом деле, классный, сильный бан от Na'Vi, потому что они знают то, что НИПы не играют в Vertigo и на, как сказать, на боссах, не буду слово приносить. Да, мы все прекрасно знаем перевод. Да, вот, но пик Инферно, хороший пик, на самом деле, от Na'Vi, молодцы. Вот то самое Инферно, которое также недавно звучало из наших игроков. Тут что-то интересно будет, этот мираж. Для Na'Vi, кстати, пока складывается крайне удобный маппик, я бы сказал. Да, он и закончится удобным маппиком, по идее будет минус-нюк, минус-нюк, по идее будет от Na'Vi. Не, убирают увер-пас сами, кстати. Значит, Train остается у нас и нюк. И нюк, да. Ну, нюк был успешен против команды Фури, поэтому здесь уже выбор, конечно же, за командой N'Vi, что они решат играть. Не верно, что против N'Vi стоит играть. Мне кажется, N'Vi захотят играть нюк. Они захотят играть нюк, да. Я поэтому и говорю, что не стоит играть нюк против команды N'Vi, но Na'Vi уже все забанили, что могли. И в этом как раз вся история. Train и Train. Серьезно? А вот это крайне интересно. Почему? Почему N'Vi убирают нюк? А вообще-то, кстати, соглашусь с твоим вопросом по поводу того, что такое. Это скорее даже риторический вопрос. У меня и правда вопрос, что такое, потому что на нюке N'Vi показывали неплохие, вообще-то, классные темы на самом деле. Там местами, ну понятно, да, у них не залетало, там тыры-пыры, но они в итоге вот последним, да, десайдер-баном забанили нюк, взяли Train. Неужели испугались того результата против Фурии, которая является одной из самых известных участников? Окей, на Train'е Аплэнты интересные, по защите Форест интересные на этой карте. Короче, есть варианты у команды N'Vi, просто эти варианты были законсервированы как патиссоны в банках на достаточно долгое время, на мой взгляд. То есть вот сейчас расчехлять идеи на Detrain'е от команды N'Vi под команду Na'Vi на таком важном турнире, по-моему, нюк гораздо ближе расчехлять, если честно. Ну ладно, окей. Ну, Train' просто так сложилось, испоконников для команды Na'Vi складывается в каком-то смысле и трагично, а с другой стороны победоносно. И, как мне кажется, вот в этом мощном противостоянии N'Vi, ну, несколько неправильно пошли. Если, опять же, мы просто не знаем внутренней кухни, да, то есть почему так? То есть мы же не были с командой N'Vi накануне этого матча, может быть, там какие-то секретные, там, знаешь, заготовки, там, или что-то еще, давайте, вот против Na'Vi будем играть так, потому что они играют так. Там все заготовки были на Detrain'е, не проблема. Просто дело в том, то что, я еще раз повторюсь, против типа Симпла, например, на трейне расчехлять вот эти заготовки, что-то сложно. Ну, просто... Ты видел вот Симпл, как на трейне в последнее время играет? То есть как он играл, например, 9 месяцев тому назад, допустим, 8 месяцев, и как сейчас? Человек, по-моему, нашел все прострелы вообще, какие можно, на всех таймингах каких можно, все гранаты какие можно, я не знаю, все тимплейные заготовки на Detrain'е какие можно, ну, N'Vi, ну, это, не знаю, третья карта, она как-то вот, а, нормально, трейн, типа того. Так, ну, окей, на третьей карте у нас Decider, поэтому на G, первая у нас, получается, карта... Инферно. Инферно. Сторона будет защита, скорее всего, для N'IP в первую очередь, на второй карте это Mirage. Это щита для Na'Vi. Na'Vi, кстати, могут выбрать атаку, они делали, не помню, то ли против героек еще в рамках квалификации на ESL Pro League, то ли против какой-то другой команды, они сами себе выбирали атаку. Ну, опять же, это был другой лайнап, и поэтому мы здесь ни в коем случае не утверждаем, что Na'Vi возьмут именно сторону атаки на карте до Mirage. Но оборона, скорее всего, да, это самый заведомый, так скажем, читаемый пик стороны. Вот, и сделав вывод по первым, допустим, двум картам, кто за какую сторону играет, что в приоритете для команды Na'Vi. То есть, первую карту, если мы берем Инферно, сколько раундов им нужно забирать примерно, чтобы более-менее себя комфортно чувствовать на второй половине. То есть, какой-то 9-6, что-то вроде дефолта такого. Потому что Инферно в последнее время крайне, ну, не то чтобы есть не дисбаланс, но оно нестабильно. Атака может спокойно 10 закрыть, так же, как и оборона. Мы говорим о команде Na'Vi. Какая разница, сколько раундов, если главный вопрос, у меня нет под рукой, правда, желтого, дуговатого предмета. Главный вопрос для Na'Vi на Инферно – это банан. Потому что ты помнишь, сколько у них проблем с бананом на до Инферно. Просто та черта этих проблем на всех до Инферно, там, относительно всех до Инферно. Или там через раз, за последние полтора года, типа, то есть постоянно. Ну, с Mousesports они хорошо играли на банане за атаку. Да. Часто напрягали. Но другой вопрос, как играли в Mousesports. Тоже совершали много ошибок. Сейчас будет выход команд, конец-то. Ну и что же, OG Borg, явный, прям суперявный поклонник UFC и киберспорта в целом, снова выходит на эту сцену. Ну, уже легендарная личность, амбассадор, по сути, ESL, готов на эту сцену, к этому кубку выводить команды Na'Vi и N'Vi. Кого же, правда, вопрос выведут первым? Заводят зал, OG Borg, мол, готовы вы вообще или нет? Ну, мы готовы. И на галерке, люди готовы, люди на галерке. Тому же это все начинается. Так что OG Borg реально большущий молодец здесь, зал немножко подогрел. Ну, на самом деле, интересный у нас матчап, но здесь именно проверка всех своих качеств именно для команды Na'Vi. То есть Forest показал, что Forest реально человек с мечтой, но, типа, против нами играть очень тяжело сейчас. Ну, сейчас и посмотрим. Воа, 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 сетлдаун, сетлдаун, все, сетлдаун! Сетлдаун, сетлдаун, сетлдаун! Теперь успокаивать, потому что слишком вы раскричались. Ну да, ну да. Пожалуйста, приветствуйте первому команду. Это Na'Vi! Первыми выходят на эту сцену. Ну что ж, Даньте с Ленкой, наверное, по праву капитана выйдет все-таки первым. Ооооо, да ладно! Играет трек Сереги. Итого-то и наши ребята тоже на месте. Вы лучше видели, все в порядке, все хорошо. Дядя Бумыч, ну это прям... Это сильно, это сильно выходит. Это просто вот, как хорошие песни, Дай Семи, Роулин, Дай Семи, вот эта история. Ты просто посмотри, господи, какой выход, мужики, просто муа, вот-вот-вот-вот. Просто настолько хорошо, вы просто посмотрите на это, боже. Ох, что сейчас будет, дорогие друзья? Да. Так, кстати, Na'Vi встречались четырежды за этот год с командой N.I.P., два раза проиграли, и дважды это была карта D.A.S.2. Но D.A.S.2 мы с вами не увидим по понятным причинам. Ну, забанили. Кстати, по поводу D.A.S.2, Na'Vi реально, походу, за них просто вчерашнюю посмотрели прям сразу. И такие, о господи, против такого фореста срезом мы что-то не играли. Ну, то есть, ну, реально страшно. На самом деле, Na'Vi получается очень широким, мы полосы, они позволяют себе те карты, которые они на этом турнире пикали, банить в пейс-тоф-3. Это не может не радовать, на самом деле. Но здесь играет очень важную роль, что они на болсах оставили Вертига. Кстати, возможно, последний раз, ой-ой-ой, зверь Get Right, когда последний раз он выходит на эту арену, Лангсис в качестве игрока команды N.I.P. Именно да, в качестве игрока команды N.I.P., потому что Get Right говорил, что я не хочу заканчивать профессиональной карьерой именно для спортсмена, и я буду продолжать играть. Насколько это вообще будет возможно? Ну, будем смотреть на заряд. Посмотрите на этот блеск у глаза. Да, вообще, сейчас будет развивать лица. Мне кажется, знаешь, это как вернулся еще во времена Fnatic 1.6, такой же запал в глазах. Смотри, он просто блестит. Приятно смотреть за... Да, на такой арене вообще ему приятно находиться, я думаю, это его вообще-то подогреет. То есть, это хороший настрой, это я вообще к тому, что вот этот матчап, второй, да, на сегодняшний день, соответственно, будет уже жарче, чем первый. А что первый закончился, вы знаете, как я вот это комментировал дело. Грустно, как-то. На самом деле, молодец, Get Right, я посмотрел в твиттере, он перед матчем вышел к болельщикам, которые приехали из Швеции, чтобы приветствовать их всех. То есть, маленький такой шажок навстречу своим фанатам, это очень приятно. И, кстати, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на... Ой-ёй-ёй, да, Низиас? Фирменный жест, ну что же, обращаю внимание на крик толпы, смею утвердить, что все-таки больше предпочтений зал отдает за команду NIP, по крайней мере, в соревновании выкриков, да, кто за кого топит. OG Borg спрашивает, кто выиграет, Na'Vi или NIP, и все-таки за NIP прокричало куда больше народа. Ну, тут есть своеобразный уровень матч-респекта для Get Right, это вообще-то очень много значит, и в медийном плане это тоже очень много значит. То есть, если это, возможно, последний турнир большой для команды NIP, то вообще-то не грех покричать, если честно. Знаешь, еще, помимо этого всего, когда человек знает, что это последний турнир для него в этой команде, завершается большой этап, то для него такой момент, к которому ему должно быть очень легко играть. То есть, обычно очень большие нервы, когда ты только попадаешь в команду, выступаешь на большой сцене, или ты чувствуешь, что тебе осталось недолго в команде, ты нервничаешь от своего перформанса, а тут такой момент, что ты знаешь, что это последний для тебя турнир в этой команде, ты отдал очень много времени, сил, и сейчас ты можешь просто порхать, как бабочка, и жалить их в чела. И поэтому вот то, что я увидел в его глазах, а я Гитрайт знаком с ним с 2005 года, наверное, с 2006 года, когда мы познакомились с ней с СССР, когда я увидел этот взгляд, взгляд парня, который, ну, все интересно, он хочет побеждать, хочет играть. И часто мы увидели Кристофера не очень веселым, грустным, даже не после поражений. И вот сейчас его настрой, его позитив, его глаза говорят о многом. Я очень хочу, чтобы сейчас был хороший матч, и Кристофер хорошо сыграл, но в любом случае я хочу, чтобы победила наша команда. Это да, это закономерно. Ну, кстати, Кристофер Алиусунд, он же Гитрайт, в рамках этого чемпионата выступает довольно неплохо, он и клатчи берет, слушайте, как в старые добрые времена, и в принципе особо не выделяется со знаком минусы своей команды. Так что, кто знает, возможно, Гитрайт вообще сейчас как выстрелит, еще и переиграет. Хотя тяжело будет. Очень много эфирного времени вот именно камерамены уделяют конкретно Гитрайту. По понятным причинам. По понятным причинам еще от зрителей всякие надписи типа «Thank you, GTR», собственно, Гетрич, по сути. Так что... Ну, просто понимаешь, что это такой игрок, которого... Смотри, смотри, мои глазки-то в твиттере от Денниса подъехали. А, вчера глазки, я ретвитнул глазки от Денниса, ну, Деннис, который, соответственно, в команде на API играл. И тут вот подъехала вот прямо сейчас инфа, что Gamer Legion подписывает Денниса. Ну, как говорится, удачи там ему, там, частично интересный состав, на мой взгляд. Ну, вот, отвлекся. Продолжайте, друзья. Да какая разница на этот Деннис? У нас тут гораздо важнее. У нас здесь Гетрич, последний матч, может быть, в футболке, НИП на большой арене. Хотя, подожди, еще будет же Минор. 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 Да. И Мажор в перспективе. Нет, я говорю именно про Лангстас-арену, то, что он выходит на эту арену в качестве игрока команды НИП в последний раз. Да. Я просто говорю, что это, может быть, один из последних турниров вообще для него в этой команде. Может быть. Ну, а, по другой стороны, какой можно было ждать реакции от комьюнити, от игроков? Все любят этого игрока, все знают, что ему не все равно, что всю жизнь, всю свою карьеру он старается и выкладывается по максимуму, и каждое поражение переживает очень сильно. То есть есть еще старые вот эти легендарные видосы, когда проходили всякие ВЦГшки. Помню, как, я не знаю, вот любил очень сильно смотреть, когда я играл еще в 1.6. Видео, где еще играли в финале Фраг Экзекуторс, то есть поляки против как раз-таки команды СК. И вот там, под очень такую эпичную интермузыку, Гет Райт там плачет, понимает, что раунд там сейчас потащится или нет, он там просто по полу начинает кататься. И видно, насколько парень переживает. И знаете, вот спустя там, как это громко случилось, десятилетия, этот парень все так же переживает и успехи, и неудачи своей команды. Он дышит своим делом и любит его, это видно. Ведь комьюнити любит его за то, что он человечный, за то, что он простой как человек и дарит позитив. То есть не было замечено каких-то прям разных историй. Конечно, люди любят похожих на себя людей, то есть никто не любит выскочек, зазнаек и так далее. Чем, никто не говорит, что он будет проще во всех моментах, но Гет Райт олицетворение как бы всего хорошего. Эпохи, я бы сказал. Да, всего хорошего, что есть в киберспортсмене. Это хорошая ролевая модель для будущих поколений киберспортсменов, так что, друзья, если вот хотите... И вот, кстати, плакат. Thank you, get right. Да, быть похожим на кого-либо, то один из вариантов это get right. Второй, возможно, кстати, Паша Бицепс, да, в плане хорошей ролевой модели для подрастающего поколения. А то мы-то что-то тут все старики сидим. Дядя Митя свой возраст, мне 29, скоро 30-ник стукнет уже. Ого, да, ты действительно старый. Не то, что нам с Митей по 18. Я просто держусь уже, чтобы... Главное, главное душой не стареть. Это самое главное. Это да. Первые 40 лет мужчина самый тяжелый в его детстве. Сейчас будет шутка про мальчиков. У мальчика, да, самое тяжелое, не забывай. Ну, наш Димка знает. Наш Димка мальчик. Последнее приготовление. Кстати, давайте поговорим про девайс вообще. На чем сейчас играет большинство профессионалов? Очень редко встречаются необычные мышки. Например, беспроводные. Вот что заметил. Очень много, очень практично. Очень классные мышки, я сам играю на такое. А давайте мы в следующий раз это обсудим. И мне нужны ваши быстрые предикты. Быстрые. Жень. Женя, быстро. Мне бы было интересно, если бы Найпи что-то не поборолись. Да, господи, Найпи, все. 2-0, 2-1. На 2-1, допустим. На 2-0 не смотрят. Мить. На Ви. 2-1. И мой прогноз такой же, дорогие друзья. Ну что же, коэффициент от нашего партнера по рематчу на победителя матча в целом. 1,3 на На Ви. 3,3 на команду Найпи. Ну что же, этот замечательный матч прокомментирует не менее замечательный дуэт. Минтгат и Сеня. Парни, забирайте. Привет, друзья. С вами Сеня и Минт. Мы будем смотреть на Ви НИП. Действительно, очень интересная заруба. Некогда две сильнейшие команды, которые сейчас вот сбираются на этот педестал. Кто-то попадет дальше в финал. Точнее, в полуфинал. Кто-то потом, может быть, в финале окажется. Ну и НИПы, которые действительно показали вчера серьезную игру против Астралис. Да, всем привет. Не только вчера показали игру, также обыграли команду Heroic довольно бодро, дав минимум раундов, и команду Vitality, которую также прошла у нас в полуфинал, обыграли в первый игровой день. Да, Best of 1, но все равно. Команда приехала с заменой, но, как мы видим, гетрайт и мотивация команды сейчас на высоте. Поэтому действительно, Na'Vi будет непросто. Да, карта до Инферно — это их выбор. Хотя мы вчера видели проблему у Na'Vi, которые были красно-инферно именно в стороне атаки. На диффенсе все было хорошо. Просто бегали, убивали людей. А вот атака мы, посмотрим, сделали за сутки. Ребята из Na'Vi выводы из того, что мы вчера видели от них не самым лучшим образом. Ну, в любом случае должны были поговорить. Не зря в команде работают такие специалисты, как Кейн, как Зевс, как Андрей Блейд. Поэтому в любом случае какие-то моменты, скорее всего, парни обговорили. Но и Na'Vi в рамках этого чемпионата показали, что есть у них мораль, есть характер, есть желание камбэчить. И, в принципе, какие-то карты у них получались довольно неплохо. Несмотря даже на те трудности, которые были в рамках ESL One Кёльня. Саша Симпл на ваших экранах. Лучший игрок 2018 года. Кстати, в последнем своем интервью HellTV.org заявил, что Зайву из команды Vitality, наверное, ближе всех подобрался к его игровому уровню. Такое вот интересное заявление. Не совсем скромное, но Саша, видимо, этим как раз и берет. Ну, не только этим, он как раз и скиллом берет, и вот еще подтверждает, точнее подтверждает свои слова скиллом. Ну, конечно, уверенность Сашу не отнимать. Мы это видим и в игре, и в жизни, и в интервью, где бы он не давал какие-то комментарии. Мы всегда видим, что у Саши все замечательно. У нас начинается карта The Inferno. Na'Vi будут на атаке, защищаться будут NIP. Ну, и наши замечательные обзорверы Даня и Вова для вас будут сегодня все карты показывать, которые у нас остались. Может быть, две, может быть, три, черт его знает. Я очень хочу, чтобы это были три карты, как это было вчера у команды Na'Vi, чтобы мы переживали за обе команды. Все-таки это такой вот момент, где встречаются две легенды, и есть некоторые изменения, есть некоторые параметры сами по себе. Две команды, которые, между прочим, выигрывали этот турнир. А Na'Vi, по-моему, в прошлом году, NIP'ы же выигрывали, а Кёльн, когда этот чемпионат считался еще мажором. По-моему, это там чуть ли не один из первых. То ли 15-й, то ли 16-й год. Rez у нас играет сейчас на кафере. Немножко попали по нему, ну, там буквально совсем чуть-чуть. Три хп забрали, не страшно. Тем временем Na'Vi делают втроем какие-то эксперименты на банане, но два человека прячутся у нас под коврами. А тут Lekra с двойными беретами, кстати, девайс, который все чаще и чаще мы наблюдаем в пистолетном раунде. Lekra первый сразу же уходит, понимает Electronic, что нужно делать какой-то размен, но они, в свою очередь, видят, разделали один килл, давайте отойдем подальше. Ну, не рискует Na'Vi, конечно, тут Lekra явно удивил, и да, наверное, 30 патрон — это очень хороший вариант для защиты, но таких много не возьмешь, потому что у тебя тогда не будет ни арморов, ни каких-то еще гранат. Вот, как мы видим, гранат вообще у Na'Vi нет, только дефюс-хиты и те самые долбилеты, поэтому не совсем это выгодно команде. Ну и Na'Vi собираются у нас выходить на Аплент, двое через Апарты, двое через Центр, и Na'Vi будут встречать это дело втроем. Правда, пока только два человека, Lekra, находится возле велосипеда и будет принимать вместе с Forrest'ом. Пока что выход, Lekra еще один минус со своих дуал-берет, можно попробовать дальше еще отработать бой как атаки. Сваливается с ног еще и помочь, Simple дает два размена, Simple в третий минус, это два в два, и бит Electronic Simple, но все равно это шансы для команды Na'Vi, которые сейчас, ну, подросли очень сильно после этих фрагов от Саши. Ну вот у Electronic слишком мало ХП, нужно играть крайне аккуратно, и в некотором смысле ребятам с команды Na'Vi может повезти, потому что сейчас игроки команды Na'Vi заходят через короткий. Electronic, соответственно, прячется внутри Plant, собирает инфу для Simple, Plopsky заходит сейчас на Plant, и как же Electronic не попадает. Однако Саша Simple делает килл, и все-таки Res отвечает. Квадро от Simple не спасает команду Na'Vi, у Nipov хватает времени, чтобы разминировать бомбу. Да, там еще дефицитские-то и были, где-то лежали, они лежали как раз-таки в больших песках, вот возле велика, но явно там времени было бы потрачено больше. Но чуть-чуть не повезло, на самом деле Electronic мог сейчас сделать, в принципе, этот килл, и все бы получилось. Ну, одна пулька, да, залетающая в голову, и на этом бы, может быть, все и закончилось для Nip, но поставлена бомба уже неплохо. Вообще выкрутились из такого положения, где могли бомбу не поставить, а просто отъехать от Lekro и Forest'а. Мы тоже были в планете. Force by для Na'Vi, Калашников, Юм, 3 дегла, хорошая раскидка, и шансы, ну, Nip на этот раунд явно укорачивается. Постепенно Smoke, Moltov, Война за банан, но у команды Nip пока что выигрывается, но надолго ли? Пока непонятно, Саша с Калашом, это довольно сильно гниваемость. Simple подгорает, 50 кп, 44. Обидно было бы, если бы Саша подгорел, при том, что он держал в уме этот самый Smoke, чтобы закинуть, но понимал, что не догорает. И вот он, Simple, хэдшот на Reza, дальше выход Потловский, и Simple второго забирает также с собой. Саша великолепен. Как же он круто играет все-таки, несмотря на те маленькие оплошности, которые были в матче против Liquid, но команда Na'Vi заходит сейчас против Nip'ов уже во втором раунде на точку B. GetRide играет возле церкви, ждет, пока подойдут тиммейты. Тиммейты делают буст на клумбу, соответственно, Lekro сейчас может кого-то забрать, но Playme его видит. Электроник разбирает GetRide в ответ, и в конце концов Forrest один против четверых играет с МПХ, но старина Патрик понимает, скорее всего, что нужно уходить на сейв. Без этого никак, все-таки второй армор и МПшка, девайсы полезные, Патрик топит, но совсем не туда. 1-1, и это временная ничья. Буквально сразу же Na'Vi отвечает после неудачи в пистолетном раунде. И уже 6 фрагов для Костолева, это хороший параметр. 2 фрага в прошлом раунде, 4 получается в пистолетном раунде. И прямо вот пока что за счет действий Симпла все получается у Na'Vi. Но, как мы видели по опыту, например, той же самой команды Виталича, которых Зай вытащил, такая команда, например, уже против более сильных команд, типа Ликвиталя Астрали сможет и не выехать, потому что убил главного человека в команде, который делает самые ключевые основные фраги. И все, команда там уже пытается где-то выгривсти. Благо, у Na'Vi таких людей не один, но раз, хороший хедшот на Зевса. Даня падает, и большинство за командой NAP, хотя у них, как мы видим, даже Калашникова или Эмки нет. Скауты, это неплохо на пестики. 4-5, ситуация не из простых. Потеряли капитана команды. Даня попробует, возможно, еще как-то помочь своему коллективу. Или все-таки ребята будут разыгрывать эту ситуацию сами. Прилетает флешка стандартная на центре. Флейми у нас играет с автоматом Калашникова на коврах. Тем временем его тиммейты аккуратно подходят на ребра. Но они попытаются прочесть рожденных побеждать. Пытаются понять все-таки, в каком направлении пойдут игроки команды Na'Vi, чтобы сделать засаду. Практически вчетвером они играют сейчас на Апленте, потому что Res перекрывает зелень, будучи в арке, да, там, за колонной. И три человека отвечают за короткие ковры, поэтому Na'Vi здесь выйти будет довольно трудно. Из-за этого Electronic пошел на B якобы фейковать, но при этом Simple уже близко. И Simple готов вот-вот выходить на Аплента. Ну и 30 секунд есть у Na'Vi, чтобы все-таки уже раскидать, что у них имеется. Имеется и Смог, даже два Молик и три флешки, которые сейчас будут реализованы. Молтов на большие пески, там никого нет. Флешки полетели, Смог на малые пески. И Форест Ковров, тут один фраг дает. Дальше нужен какая-то хелпа от тиммейта. Флэйми очень битый, Егор погибает от Лекра. Флэйми только один фраг дает. Гетрайт находит свою смертную Форест. Размей, тут же Electronic врывается с МПшкой, дает фраг. 9 секунд времени, нужно ставить плент. Ставить его будет в дефолте. И тут же пошли разменщики, 4 секунды. Электроник еще имеет шанс выиграть данный раунд для себя. И Калашников где-то лежит очень близко. Но Рес с деглом, прошу прощения, может здесь тоже дать хэдшот. И Электроник может отъехать. Но Электроник справляется. Как тут засправил Смемпа. Три фрага для Дениса. И взятый второй раунд. Но с таким трудом он был все-таки вырван из лап команды. Да, но индивидуального уровня игры на Ави хватает. Если не Симпл, то у нас есть еще одна звезда в этом коллективе. Это Электроник, который всегда может выручить и затащить невероятный клатч. А ведь как сыграл? Врывался у нас игрок защиты на него. Понимал, что времени может не хватать. Что Электроник скорее всего фейковать не будет. В итоге Электроник отменил, забрал и разыграл этот раунд один на один. Браво! 2-1 в пользу Нави. Пистолеты у нас на руках, не в пижамах. Не делают они, кстати, засаду. Сейчас решили сыграть дефолт. Ну и в такой ситуации шанс, конечно, у Нави, наверное, побольше. Да, ну там было бы 50 на 50, если бы не угадывали или угадывали в зависимости от этого параметра. Но выход на двоих игроков защиты. Тут Рез с Юспиком также вместе с ним. Вот я не могу понять, кто тут еще под ним сидит, потому что тут модельки скрейли, что на Апланте, что на Бэпланте. Рез верит оппонента. Зевс может отъехать, получает по голове. Тут уже прошел игрок на гриль. И Бумыч отъезжает от Плопски. Вместе с Резом они делают уже один минус. Ну и команда NIP пока не собирается двигаться. У нас там Флэммия стреляет еще и Гитрайта на центре. Смог из ямы выцелить игрока защиты. Ну и теперь Симпл пошел. Главная боевая единица получает хедшот. Также выход от Плопски. Погибает сам Саша после фрага на Плопске. Это 3 в 3. И уже неплохой экономический раунд вырисовывается для команды NIP. Там уже побежали игроки. Это Форрест. По 250-м Флэммия стреляет еще и Реза. Остается Форрест также на прикрытии. Электроник сносит Форрест. Остается электропоследний с П250. Ну как же на Ви сложно в каждом раунде. Очень сложно. Нам напрягают очень сильно NIP рожденных побеждать. Причем я акцентировал ваше внимание на том, что были всего лишь Юспики и несколько пистолетов П250. При этом ни арморов, ни гранат, ничего. Нави, возможно, слишком аккуратничали. Надо было, скорее всего, заходить под смоки, коктейли Молотова и заходить на стрельбу. Нави же действовали без гранат. В итоге на вычисления аккуратно работали. И команда NIP показала высококлассный АИМ из своих пистолетов. Но счет 3-1. Нави лидирует. Сейчас будет полноценный бай. Капитан команды Нави у вас на экранах. Даня Зевс. Нашифровал наверняка уже какой-то новый раунд. Ну и НИПы должны отвечать, чтобы порадовать своих болельщиков. Наши аналитики говорили, что, возможно, для Гитрайта это чуть ли не последний турнир на большой сцене. Поэтому, конечно, тут мотивация серьезная. И как раз-таки Гитрайта сейчас просел, потому что по нему попал Саша Симпл из Ямы. Непосредственно Ямы. Непосредственно Ямы это очень важно отметить. Ну и да, попадание не смертельное, но очень много ХП. Там Плопский подгорает очень сильно на Молотове. Рез уже уходит за бревна. Будет ждать здесь оппонентов. Смог прокидывается, чтобы не так было легко команде Нави занимать бана. Но, как мы видим, Нави особо и не пытается занимать данную позицию. Пока что находятся двое возле ребер. Пошли апарты также от команды Нави. Ну и 2-3, опять же, дефолт от NIP, которые ничего пока что в своей защите не меняют. С родителем, что поджали сейчас дугу и вроде как в остальном ничего не меняется для NIP. Стоят у нас пока что Нави контролят карту. При этом вышли уже на ребра. Откидывают специальные коктейли Молотова, дабы игроки защиты их не поджали на центре. Но при этом на банане стоит Рез. Однако электронику удалось забрать Плопский. Реза не проверяет, он раскручивает свою М-ку и делает два минуса. Но Нави, по идее, догадывается, что на B-пленте, скорее всего, уже никого нет. Лекра пытается хоть как-то еще выручить свой коллектив в этом раунде. В итоге занимает церковь, играет очень аккуратно и бесшумно. Поэтому Нави могут и не догадываться. Хотя Симпл просматривает из-под B3 эту точку. Он промахнулся. Бумыч делает килл. Форест падает. Однако Лекра удалось из-за промаха Симпла сделать килл в ответ. Но дважды, наверное, Саша не промахивается. Как вы считаете? Ну, вполне возможно, что да, для Саши это легкий-редкий Симпл. А пока что в одного находится за B3. Бумыч за смоками. Симпл попадает под китратой. Остается Лекра промах от Симпла. Но нужно сейчас попадание, если брать ту самую Зебру. И Саш Симпл против Лекра дергают. Два патрона остаются всего лишь в М-ке. И тут хотя бы какой-то минус для себя вынести. По-моему, взорвутся оба. Но нет, по-моему, даже бомба не стоит взорваться. Взорвется, взорвется, по идее. Симпл. И он выживает. Нет, он выживает. Ну, сохранил АВП. На самом деле, это очень важно. Потому что мы понимаем, АВК это 5000, второй армор. Возможно, какие-то гранаты там были еще. Но пока через раз, кстати. Симпл попал там по гитрайту в начале раунда. Потом промахнулся. Потом зашел на B. Попал, промахнулся. Но ничего. Я думаю, он еще в этой игре себя не раз проявит. 1-4. Счет-то не такой большой. Но учитывая то, что мы играли вчера от команды NAV, их довольно такую скудную атаку, которая вообще была уже просто в эпическом положении. Потому что проигрывали игроки NAV 11-15. И вот взяли 4 подряд, отдав при этом 11 подряд, не взяв ни одного раунда в атаке до этого момента. Поэтому сейчас уже 4. Это хорошо. НИПы пока что имеют у нас полуфорс байда 2000. Соответственно, NAV рассчитывают на пятый для себя как минимум. Ну а потом посмотрим, может быть получится что-то поинтереснее. Тем временем NAV уже проходят по лангу и будут выходить на базу А. По информации тиммейтов, там уже бумыч номером один пошел. Но НИПы даже не понимают, где находится их оппонент. Но НИПы сделали засаду в коврах. И в этом раунде никто из команды NAV туда не пошел. Зевс проверил бойлер. Старина Гетрайт упал. И вот теперь Зевс догадывается, что может быть на коврах есть кто-то еще. Ой-ой-ой, какой тайминг. Форест заходит в спину в виде двоих. Забирает из СЗшки Даню. Перестрелка с бумычем. Бумыч получает хэт. Форест делает уже два минуса. Флейми, правда, забрал там Реза под шумок. Но у команды NAV могут начаться проблемы, потому что Плопский тоже сжал спину. Но Электроник совладал с собой. Проверил яму. Забрал Плопский в ответ. Уходит назад. Лекра вместе с Форестом попробует сейчас загнать Электроника. В итоге получилось. Патрик Винберг трипл килл в этом раунде. Идет дальше на зеленку. Оттуда, скорее всего, попробует пропушить плент. Но у команды NAV чертовски хорошие позиции. Но опять же, плохой бай у команды NAP. И как же они неплохо играют. Если честно, им в этом матче сейчас за КТ нужно взять хотя бы один или два раунда. И экономика команды NAV страшно посыпется. Потому что NAV не могут нафармить себе достаточное количество денег из-за постоянных вот этих разменов. Да, это правда. Тут вроде бы 8400 на руках у Симпла. Но это сейчас будет бай. И деньги останутся, пожалуй, только у Флэмми и у Симпла. И какие-то еще там жалкие тысячи болторы на руках после полноценного бая. NAP же закупаются. Некоторые игроки себе оставляют экономику, поскольку сейвили один или два девайса. Вот я, к сожалению, не увидел до конца. Смогли для себя найти девайс второй игрок команды NAP, выживающий. Ну и вот он на счет пока что 5-1. Лицо Саши Симплом на весь экран. Арена просто тут думающий. Саша. Пока никаких эмоций нет ни там, ни там. Еще бы посмотреть на лица команды NAP, как они себя чувствуют пока что в этой обстановке. Но я думаю, что все хорошо. Мы видели гидрайта, который шел и прям заряжал пацанов. Типа все, сейчас всех порву. Пока не получается рвать. Рвут, пожалуй, только их сейчас. Электроник в попытке с тиммейтами найти для себя какой-то фраг. Сейчас получает хаяшку и уже лишается половины хп. Ну и Плопски вместе с Резом будут принимать банан. Есть буст с одной и с другой стороны, но никто из команды NAP не подставляется. Молики полетели, разуплетает много дэмэджа. Но и команда NAP решает уйти поглубже в плент. Хорошая, на самом деле, подготовка. Хороший дефолт от команды Na'Vi. Они постоянно не дают играть команде NAP в тех позициях, где они привыкли играть. Сейчас Бумыч очень хорошо подошел через ковры. Пытается проверить всевозможные ближние позиции, но не рискует. Потому что знает, в больших песках, где угодно, или на бортике может находиться оппонент. Хотя, как мы видим, сейчас NAP играет с небольшой концентрацией на центре. Есть игрок на зелени, есть игрок под козырьком. И, в принципе, Форест тоже будет помогать миддл и лишь иногда чекать ковры. Флейми проверяет сейчас подсадку. Гитрайт в итоге там сидел отвернутым, падает. Лекра Авик пока что свой не реализовал. Промакивается по Бумычу. Бумыч пытается догнать Лекра. В итоге все получается. Плопски падает на коврах. Как же Na'Vi работают по всей карте. Рес понимает, что это выход на B. Откидывает флешку. Врывается на кайфе. Топит. Делает два минуса. Но, в конце концов, Форест один против троих. И Форест совсем не там. Форест на пленте А заходит на ковры и сейвит свою эвку. Но вот Непам все не везет. Им где-то не хватает какого-то момента. Типа отвернутый игрок на козырьке, который мог бы дать фраг. Простила через МОК от команды Na'Vi. Одна пулька не долетела, чтобы убрать флейми. Там вот мы видим, у него 11 хп осталось после всего этого взаимодействия. Где-то пытался снайпер убежать. Или не снайпер, не факт. Уже под вазы его там догнали патронами. Но и только Рес. Одинство, что постарался, сделал два минуса. Единственного фрага вообще в этом раунде для команды Na'Vi. Ну и Форест будет действительно сейвить свою эвку. Других параметров нет у него. Ну а деньги, как мы видим, тоже отсутствуют. 3400 сейчас будет после взрыва бомбы. Ну и да, может быть Плопский или Форест. Хотя, кстати, бай может быть. Плопский купит, Форест даст дроп, Рес купит себе сам. Но вопрос будет ли NAP так рисковать. Вот на паузе для NAP они уже начинают понимать, что что-то у них не идет. Как-то они не понимают, как Na'Vi против них действует. Почему они не угадывают, почему у них вот настолько все плохо сейчас. Все-таки уже и отрыв увеличивается, и как-то и денег не так много. И что с этим делать, как раз будет решаться вот внутри коллектива NAP. Ну, я могу отметить, что Na'Vi очень качественно играет гранатами в первую очередь. Там, где NAP пытаются сделать какие-то засады, NAP получают постоянно коктейли Молотова и флешки в свое лицо. И, собственно, из-за этого у них мало что получается. Но, возможно, у тренера команды, у бывшего игрока команды NAP, у, может быть, легенды Counter-Strike 1.6, у Питы есть сейчас какой-то план на первую половину карты Инферно, да, на остаток. Там сколько? Семь раундов, по-моему, остается ли? Восемь. Ну, тяжело. Тяжело дается играть сейчас шведам. Очень тяжело, хотя, как, может, вы говорили, NAP держит напряжение как минимум экономик команды. Na'Vi не давая уйти в какой-то огромный отрыв даже при таком счете. Хорошая флешка под Фореста. По-моему, даже сам себе накинул там. И смогли оформить бумуча. Кирилл Михайлов очень часто, мы видим, где-то в одного ошивается. Видимо, перестроили свою игру Na'Vi. И теперь это уже не entry-frager, а вот такой человек, который просто в одного пытается действовать. Хорошка прилетает под ноги Зевса, смог в направлении Реза. Ну, и там можно ответный смог кинуть и попробовать как-то под лобски сыграть. У него есть Фамаса, тут еще и Лекра находится, который также может с диглом поработать. Мы знаем, что Лекра неплох с диглом, и он уже доказывает то, что он является диглером мирового уровня. Я, кстати, вот не так много капитанов знаю, которые отстреливают с диглом. Не, ну Лекра — это известный профессионал этого девайса. Он и не такое творил и год назад, и два года назад. Вообще, когда Лекра появился впервые вот на супер-про сцене, он сразу стал демонстрировать мастер-класс из дигла. Тем временем Форест оформляет уже второй минус в этом раунде. Забрал Флейми на зеленке. Остается Симпл и Зевс. Симпл подкрался через зеленку. Попробует зайти в Плэнт с этой стороны. Ну а Даня идет по-короткому. Чекает Плэнт. Форест внутри, на ящике. Даня, Даня видит Фореста. Ну вот понимает ли он, что на коврах тоже есть соперник. Симпл зашел в библиотеку, забрал у нас Лекра. Тем временем Гитрайт не был на коврах. Точнее, был, но обошел через бойлер и сделал свой минус. Даня падает. Ну что, звездный час Симпла. Один против троих. Откидывает смок сейчас под короткий. Но при этом из библиотеки могут находиться соперники. Ой-ой-ой, как же он промахнулся. 44 хеллспоинта у Симпла. Откидывает пистолет он на ящик. Тем самым пытался создать какую-то иллюзию того, что он перепрыгнул именно в ту позицию. Но, видимо, то ли видно было Симпла, то ли просто прошили сейчас смок игроки команды NIP. И, наконец-таки, НИПы спустя огромную серию провальную берут раунд за КТ. Да, при том, что какие-нибудь два раунда взяли. Один пистолетный, второй экономический свой раунд с добором одного ФАМАСа, заставленный СГшкой. Но вот получается делать такое. Опять же, не без помощи вот этой флешки, дигла и еще один дигла сработал от Гетрайта. Но вот бай от Na'Vi должен быть. И вот, как мы видим, деньги-то и закончились внезапно. Только у Саши Симпла имеется 4200 после добора снайперской винтовки. А там 1000, 1000, 1200. То есть тут намного не будет. Даже если поставят бомбы, команда Na'Vi раунд проиграет, все равно денег у них не хватит. Ну там надо посмотреть, там на табе показывают у нас сейчас очень удобно, сколько денег добавится. Ой, горим. Да, немножко подгорели, но все-таки потушили себя ребята из команды Na'Vi. Правда, была какая-то, мне кажется, неразберика сейчас на банане. Потому как, если бы Нипы туда поджали, то можно было неплохо прошить смог. Но Нипы играет очень аккуратно. Нипы не жмут. Нипы понимают, что пока что ситуация явно не из благоприятных. Потому что надо играть аккуратно. А вот Гитрайт этого не понял. Или Бумыч сыграл слишком круто. Я так понимаю, из бойлера аккуратно вышел. Сделал минус на коротком. И теперь сам контролирует ковры. Ну и двое опорников базы B. Тут Rez и Плопски. Вот у меня смешанные чувства по поводу Плопски. Смотрел некоторые игры. И он, ну, понятно, что он на такой сцене играет не так часто. Точнее, никогда. И, разумеется, ему сложно. Особенно сразу приехал в Кёльн. Давай тут от него ждать всякие результаты. Но в некоторых матчах, например, вот в прошлом Best of 3, против Astralis сыграл вроде бы неплохо. Лег расстреливает Бумыча. Кирилл немного доигрался. С похождениями в одного. Но и команда Na'Vi теперь 4 в 4. Распитка есть. У команды NIP имеется две флешки. Смог полетел на выход от Na'Vi, казалось бы. Но Na'Vi развернулись и пойдут под Аплэнд. Хотя еще имеет возможность еще раз развернуться и попробовать свои силы в направлении базы B. Лег расстрелит и ждет выход на центр. Ну, а Na'Vi, как мы видим, чуть ли не все вместе. Идут через апарты. Ждет их там Forrest. Вот на флешечка полетела. И флешечка не совсем слепит игрока. Защиты Forrest принимающий. Лег расшелкает еще и флэйм. И можно отъехать еще и Саша Симпл. Времени 10 секунд. Команде Na'Vi нужно просто уйти на сейв. Денег. Нет, Forrest стреляет еще и Симпл. Остается Электроник последний. Не стоит снайперскую винтовку. Только Калашников. Третий для N'Vi. Потихонечку НИПы начинают набирать, судя по всему, свои раунды. Бомба не стояла. Денег немного. Деньги есть только у Симпла. Было бы, конечно, неплохо, если бы Электроник как-то засевил Лавик. Но не получилось. И вот они, коэффициенты от нашего партнера. Париматч 5 на НИПов и всего лишь 1.15 на Na'Vi. Ну, они были изначально фаворитами. Это их собственная карта. Они сейчас ведут по счету в три раунда преимущества. И вот он Лекра, который просто в полупиксель какой-то бумача нашел. Этот фраг мы не видели, к сожалению. Но вот он Лекра, который еще и Forrest там прикрыл. Который не смог изначально сразу же забрать оппонента, входящих на балкончик. И вот поддержка Лекра. Да, НИПы понимают, что несмотря на тяжелую ситуацию, сейчас можно попытаться откомбетчить. Можно взять, ну, хотя бы 6-7 раундов за диффенс. И потом начинать хорошо отыгрывать за атаку на карте до Инферно. Ведь если у Na'Vi получается играть, то и у НИПов все возможно. Но поживем, увидим. Команда Na'Vi решила рискнуть. У Симпла, как мы видим, снайперская винтовка за плечами. У всех остальных ребят пистолет и у электроника оставшийся автомат Калашникова. Ну что, была не была. Кстати, если Na'Vi возьмут этот раунд, то экономику команды NIP они не поломают. Сейчас рожденным побеждать нужна минимальная серия. Именно два раунда надо тащить. Да, ну и самим нужно понимать, что если отдают этот раунд, то у них самих денег не будет. И НИП уже возьмут для себя пятерочку. И шансы у НИП огромные в этом раунде, поскольку есть только два девайса. Но вот мы помним форс раунд от команды Na'Vi, которые просто зашли, убили всех, кого только следовало и не следовало, видимо, тоже. Снова дефолт 2-3. Хотя мы видели, что НИП играли три банан. Был, по-моему, такой пару раз. Откидывали с Молтовой и Хаешки. Укрепление банана сейчас вдвоем. Отворачиваются флешки Res, а Симпл попытается пройти куда-то. Возможно, ведь слышно скоуп. Тут же поставляется электроник под Плопски. Может находиться в неприятной позиции Res для команды Na'Vi. На Симпл очень много подгорает. Ну и как-то вот НИПы обеспечили себе полное выживание в этом моменте, оформив даже минус. Ну не хватило явно одной флешки сейчас рожденным побеждать на минус. Тут и к бабке не ходи. Но, видимо, пытались они под вычисление Симпла сыграть. Рисковали, скажем так. Да, у Симпла был Авик. Давайте пойдем попробовать. Точнее, не у Симпла, а у электроника. Хотя у электроника... А, у электроника Калашников вообще был. Странное вообще решение. Обычно снайпер идет первым и отстреливает. Но, может быть, в этом случае повезло команде Na'Vi. Потому что лучший игрок сейчас жив, здоров. И у него Авик. Может быть, что-то получится. Выход на Б-плэнд под раскидку. За Б3 играет Рес. Пловский играет немножко дальше. Но в итоге не получается. У Симпла остается Авик. И он уходит на сейв. Кстати, сейчас на центре выйдет Форест. Нет, Форест отошел все-таки. Пошел куда-то на бойлер. Ну и Симпл, конечно, будет сейвить у себя далеко на мостике. А будет ли сейчас можно выйти и отъехать? Да, можно. Но он услышал, я так понимаю. Он услышал, в итоге не вышел за эту текстуру. Гетрич, по-моему, даже, может быть, ножку видел. Ждал снайпера коллектива Na'Vi. Четвертый для N'Vi. Как мы же с тобой говорили, экономики у Na'Vi нет. Вот они болельщики. И тех команд, которые уже не присутствуют. Интересно, за кого болеет сейчас арена в Кёльне? Но мы видели по поддержке зала, что за команду N'Vi больше. Когда спрашивал OG Borg. Там, типа, изи для Na'Vi. Зал такой. Изи для N'Vi. Ну, НИПы — это команда-легенда. Команда, которая доминировала весь 2013-й, половину 2014-го года. Все знают НИПов еще со времен 1.6. Это Форест, это Гитрайт. Поэтому, конечно, фан-база у N'Vi в пижамах огромная. Но и Na'Vi, я думаю, команда, довольно популярная. Да, тем более, та команда, которая еще в Кёльне в прошлом году выигрывала, обыграв хозяев сцены. Команду B.I.G. Да. И Flame тут уже находят для себя entry. Минус по Гитрайту. Диглы работают. Мы видим, какой-то минимальный бой есть. Саша, беги! 35 хп, 36. В наличии у снайпера команды Na'Vi. R.E.S. уже приходит с базы B на хелпу. И вот у нынешности R.E.S. будет сложно. Выходит первый Z. Получает по голове. Второй также отхватывает хэдшоты. И теперь уже символ. Попытается третий хэдшот. R.E.S. можно оформить для себя. R.E.S. четвертый. Нет, B.I.G. берет снайперскую винтовку. Отдает. Ох, тут Лекра промахивается. B.I.G. везет. Будет сейвить. Или тащить. B.I.G. 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 надо тащить раунд. B.I.G. это понимает. Тоже фейкует пистолетом. Новая фишка у нас, видите, появилась у проигроков. Выбрасывает пистолет. Имитировать звуки. При этом сам же Бумыч играет в бойлере. Выходит. Пытается забрать игрока на коротком. Получается. Минус Лекра. Бумыч теперь играет на ребрах. У него есть возможность обойти сейчас через КТ спаун. Выйти на B. Плопский это должен понимать. Поэтому Плопский остается на банане. Тем самым перекрывает отход Бумычу через дугу. Но Бумыч принимает решение выйти все-таки на Аплэнд. Но вот стопроцентной какой-то информации. Где же находится Форест? У Бумыча нет. Бумыч зашел сейчас на плента. Ставит бомбу за средним ящиком. Выигрывает в любом случае денежки. Но Фореста он не законтролил. Слишком хороший АИМ у Патрика Лимберга. Пятый раунд для команды NAP. Общий счет 6-5. И вот оно похоронное бюро. Ну, конечно, СГ-шка сейчас. Это девайс очень сильный. Если АУ пофиксили. И, кстати, в этом матче мы практически от НИПов АУгов не видим. То СГ-шек сейчас за атаку довольно много. И девайс, конечно, хороший. Научились игроки со всего мира играть с этим оружием. Ну, благо, что есть команды, которые дарят нам такие возможности. Как у нас появилась XM-ка внезапно на сцене. Также она стала использоваться довольно часто. Так же сейчас и СГ-шка. И АУги также были в какой-то момент. Хотя и до этого патча не использовались некоторыми отдельными игроками. Например, Мэйджиском. Ильич любил СГ-шку играть. И АУг тоже иногда брал себе. У нас поджим от Гитрайта в центре. Нави, по-моему, ждут. Но мы видим, что Гитрайта особо далеко не идет. Лейкро прикрывает позицию Гитрайта. Что если вдруг кто-то из яма пойдет, можно будет его попробовать отстрелить. И там уже где-то спинка может просматриваться игроками команды Нави. Но вроде как Нави даже не подозревает. Электроник сейчас может просто спиной выйти на позицию Гитрайта. Гитрайта чуть-чуть убивает Электроника. И теперь нужно спасаться бегством. Мольник откидывает на яму, чтобы никто не прошел. А там уже Симпл контролит. Но теряет еще и бомбу. К тому же Саш Костарев. Нужно отходить. Лейкро прикрывающий. Тут Флейми. Егор Васильев может стать персоной номер-1. Лейкро пока еще откидывает ХАЕшки. Но успевает отойти, чтобы не получить с этой СГшки хэдшот. А не пора ли ставить сейчас паузу игрокам команды Нави? Потому что в какой-то момент НИПы, судя по всему, поняли, как нужно играть. И после паузы, по-моему. Да, да. Это случилось все после паузы. Питта явно что-то нашифровал. Как-то подбодрил коллектив. И у НИП стало все получается. Гитрайт просто машиной тут ездит по центру Инферно. И уже сделал три минуса. Даня, Зевс и новичок команды Нави. Бумыч, как многие шутят, сын младший Зевса остались вдвоем. Бумыч забирает Гитрайта. Падает от Лекра. Ну и в конце концов Зевс, я так понимаю, принимает решение уйти на сейф автомата. Это Калашникова. Это 6-6. И, по-моему, пять подряд раундов от команды NAP, дорогие зрители. Да, вот. На табе нам видно. Ну, лосс-бонус у Нави большой. Соответственно, Даня останется с АК. Флейм и Бумыч купят сами. Simple Electronic вроде как тоже должны купить. Да, там 3 900, 3 500. Бай окей будет. Но вот как с этим баем сыграть? Надо ставить тайм-аут. Миша Кейн должен включаться в игру. Да, может быть поздно. Потому что сейчас не поставить паузу. И не перевернутая обратно игру в свою пользу. То можно так и половину отдать. И 9-6 оставить. Хотя вы ввели сами 6-1. Да, и могут многие сказать в чате. Или там кто просто смотрит. Подумать про себя. Ну, это типичный Нави. Что вы так пождали? Они могут так ввести. Потом в какой-то момент закинуть. Но такого происходить не должно. И паузу можно поставить уже, как ты сказал, с небольшим опозданием. Потому что тут все-таки может быть не так приятно. На выход под лекра Бумыч справляется с оппонентом. Тут, правда, еще два оппонента. И Бумыч пытается прошивать через девяки. Бумыч отваливается от Плопски. Дальше игроки команды Нави не смогли подержать. Потому что лежали молики. Идти было довольно страшно. Под них можно было потерять кучу. ХП. И просто поставиться под какой-то спрей. Отъехать очень сильно. Ну и NIP пользуется моментом. Уходят обратно в флэн. Чтобы не подставляться, влетает три флэшки. Да нет. Одна хэшка, две флэшки. И под них Нави будут сажать банан до конца. Но тут смоук. И вот отлично работает NIP. В первую очередь, потому что они смогли выжить в такой непростой ситуации для себя очень много. Рес у нас тем временем играет на кафеле. Игроки атаки подошли у нас на минус. Готовится подсадка. Симпл попробует кого-то здесь увидеть. Но прилетает флэшка. А у команды Нави Симпл все-таки не ослеп. Симпл в итоге то ли видел, то ли просто прошил игрока на гробах. И у команды Нави сейчас отличный шанс все-таки взять этот раунд. Симпл попадает прямо в глаз Форесту. Гетрайт один против четверых. С эмкой. Варочке, но понимает Кристофер Элисун, что нужно уйти на сейв. Денег у команды NIP очень много. Они заработали себе крайне сильную экономику уже до конца игры. Но счет 7-6 в пользу команды Нави. И остается всего лишь два раунда в первой половине. Но все равно получится довольно близкий счет для игроков. Электроник не почувствовал, что где-то рядом находится Гетрайт. И, кстати, стоит отметить опять же форму Гетрайта. И эмоциональную вставляющую штон. Неплохо себя показывать обычно. Конечно, если мы смотрим игру команды NIP, то Гетреш болтается где-то при статистике 13 на 20, 10 на 20 или там подобные вещи. Ну, все-таки Зерз добирает Гетрайта. Но, как ты уже говорил, проблема небольшая. Будет бай. И у Плопска 12 тысяч. Он может дать дроп и еще остаться при деньгах. Так что это небольшая абсолютно проблема. От нашего партнера при матче коэффициенты на овер и андер. Тотал 1.72 больше. То, что будет хорошая такая сильная катка и может быть даже допы. Ну и то, что будет меньше и какая-то из команд сможет оформить счет до 16-11. Это 2.05, во что букмекер верит меньше. Ну, ты вообще как сам считаешь в этой игре будет счет? Я думаю, что будет больше. Клоус? Очень клоус. На 13 на 14, да? Да, да, да. Может быть даже допы. То есть вот настолько клоус. Посмотрим. Но об этом мы уже узнаем во второй половине. Хотя тут в первой остается еще два раунда. Эти два раунда довольно важны. Как для одних, так и для вторых. Ну, казалось бы, Na'Vi уже свой минимум за атаку взяли. Но мы-то понимаем, что во второй стороне может произойти все, что угодно. Поэтому желательно набрать как можно больше раундов за Т. Электроник у нас с тиммейтами. Играет уже возле бойлера. Откидывается коктейль Молотова, который падает на коротком. Тем самым отгоняется возможный снайпер. Или игрок, который чекает эту позицию. Na'Vi занимает ребра. Выходит на зеленку. Лекар промахнулся дважды. И в итоге Бумыч за это его не прощает. Команда Na'Vi решает зажать Аплэнд с двух сторон. Возвращается сейчас Даня Зев с дуги. Летят коктейли Молотова. Большие пески. Но здесь GetRight ловит. Электроника погибает Бумыч. Флейми отвечает по Форесту. GetRight падает. И команда Na'Vi успешно занимает Аплэнд. Но по ХП проблемы Симбл и Флейми красные. Будут ли Плопский и Рез выбивать? Казалось бы, да. Про деньги я говорил. И деньги были. Но сейчас они, мне кажется, подзадумываются о сейве. Потому что все-таки у кого-то каких-то гранат в лучшем раунде не будет. Да и у GetRight проблемы. И у Реза, возможно, проблемы будут. Если сейчас они отдадут эти стволы. И поэтому, скорее всего, ребята все-таки уйдут на сейв. Попытается, наверное, Плопский еще найти для себя какой-то фраг. Хотя, может быть, даже Ниндзя Дефьюз. Может, у него Дефьюз киты есть. Но там через апарты с командами никто не идет. А вот сейчас возможность для Плопски. Если бы он пошел и поверил в свои силы, возможно, бы и времени хватило. Но нет. Ждал какой-то экзит-фраг. Но выйти, конечно, побоялся. Хотя у него, как мы видим, деньги были. Но нужно дропать тиммейтам. И GetRight нуждается. И Плопский может дать даже АВП. Для Лекра. Вот уже Лекра бросит дроп на GetRight. Но нет. Это М. И, по-моему, даже будет защита без АВика работать. Половина выигрывается командой НАВИ. Пока что минимальное преимущество. Вот на экранах как раз-таки Плопский новичок команды NIP. Ну вот, может быть, в скором времени увидим еще одного новичка команды NIP. Но это абсолютно не точно. Это очень даже не точно. 8-6. НАВИ против NIP. Последний раунд. У команды NIP-Мки нет снайперской винтовки. И, возможно, Симплу в этом раунде будет немножко проще. Но при этом получает отличную хаешку от Реза. Тот запушил сейчас Дугу со своим тиммейтом. Откинули смок в яму. И команда НАВИ абсолютно не контролирует очень важный участок на карте Дэйнферно. Но рано или поздно, возможно, на Дугой не вернутся. Бумыч, кстати, у нас играет уже на коврах вместе с Флейми. Соответственно, ну, там какую-то половину, да, карты. Какую-то часть карты. Все-таки кармани у команды НАВИ. Летит сейчас флеш. Летит смок на центре. Парни занимают ребру. Какая флешка от Гитрайта. Сейчас на козырек. Лека раскатывает двоих. Минус Даня Зев. Симпл отвечает по Гитрайту. Но НАВИ в меньшинстве это раунд 2 в 4. Но Электроник с Симплом игроки настолько высокого уровня игры, что, пожалуй, они этот раунд могут взять. Посмотрим. Ну, вот подобное было против Моу Спортс в решающем раунде в Best of 1 на Open матчах. Там тоже был момент 2 в 4 и счет 14 в 15. То есть очень важный раунд либо допы, либо вреда команды НАВИ. Хороший молек откидывается на 35-й секунде. Ну, и пока что Электроник вместе с Симплом будут ждать. Я не знаю, и Плопский то ли услышал, то ли просто почувствовал, что где-то очень близка атака на этих моментах. Нет, был Смог. Почему Смог-то на просвете или куда-то еще не кинули. И все-таки команда NIP забирает для себя 7-й раунд. Отличная работа от шведов. Напомню, что счет был 1-6 в пользу НАВИ. И вот они 7 раундов против 8 оказываются по итогу первой половины. Хорошая работа, хорошая игра на Инферно. Казалось, что NIP, как игроки, которые эту карту практикуют редко, могут здесь провалиться абсолютно полностью и взять какие-то 5 раундов максимум, либо 4 вообще, и НАВИ там просто их в защите потом передайвят. Но нет, справились. А после паузы, которую так и не брали НАВИ, могла бы им помочь взять для себя 9-й, возможно, раунд, или просто пораньше эти раунды вернуть себе. Ну, этого уже никто не знает на самом деле. Но понятно в этой игре лишь одно, что ничего не понятно. Потому что счет 8-7. И с одной стороны NIP провалили начало, потом собрались и взяли все-таки свои 7 раундов. 7-й это хорошая база. И даже пистолетный раунд сейчас не сильно повлияет, не будет влиять на исход этой встречи. То есть даже после пистолетного все может несколько раз поменяться. Тем более мы знаем, как обе команды, в принципе, могут ошибаться. Ну и теперь повторы. Самый лучший, конечно, вот один из важнейших раундов, который взял лично Simple, когда НАВИ проигрывали 1-0 после пистолетки. Ну и вот провал NIPOV. Это первая часть, скажем так. Тут 5 подряд раундов возьмут НАВИ. Электроникс его мега-клатчем тоже. Ну, НАВИ показывали очень хороший уровень индивидуальной игры. И, собственно, за счет этого взяли в начале очень много раундов. А потом, NIPOV потихонечку все-таки поняли, как нужно играть. И у них стало, в принципе, получаться. Да, вот он на счет 1-6 были сейчас. Тут хоть раз и пытался, но все равно не получилось. Уже 4-6 видим. И вот Бумыч также мог оформить для команды клатч. Оставался 1-4, дал два фрага, но после этого не получилось. И потом уже пошли инициативные действия от NIPOV. Отличился Клева Гитрайт, сделал, по-моему, 4 минуса. И вот он снова Саша Симпл, который тащил начало карты для команды НАВИ. И потом уже как-то вот его выключали из борьбы. И поэтому не хватало боевой мощи без Костелева. Поэтому так и получилось, что 7 раундов смогли для себя NIPOV брать. Но я думаю, Саша себя еще покажет в любом случае. Высококлассный игрок, собственно, как и вся его команда. Мы ждем включения Бумыча. Мы ждем крутых колов от Дани Зевса. Ну и не знаю, чего ожидать вообще во второй половине-то. Ножи, эйсы, допы, губозакаточную машину, пожалуйста, две. Мне одной не хватит. Но вообще хочется просто красивой игры. Ну, игра уже красивая. 8-7 это близкий счет, который действительно нам сказал, что обе команды хотят победить, причем готовы, не знаю, положить себя на этом стадионе. Да, стадион, я думаю, что поддерживает. Хотя, как нам, по-моему, говорил об этом Хуч. Я не помню, где ли Старикс, что у них наушники... А, нет, сегодня Сист говорил, что у них новые. Обсвятую, что там ничего не слышно, белый шум, поэтому, возможно, поддерживается. Тысяча баксов одна пара. Такие наушники там, то есть очень дорогие, высококачественные. Поэтому ребята слышат только игру и друг друга, когда общаются. Хотя кабинок нет, но, возможно, они, собственно, здесь на ESL и не нужны. Потому что все продумано, ESL проводит чемпионаты уже, по-моему, лет 15, насколько я помню, а может больше. Поэтому опыта у этих ребят очень много. Да, ну, арену мы видели, там поддержка зала и все эти вещи. Я думаю, что вообще команда мотивирована, потому что, я думаю, Na'Vi хотят забрать второй сезон подряд. И подтвердить, что они чемпионы ESL One Кёльна. Хотя впереди такие соперники жесткие. Очень жесткие. По-моему, они попадают на команду Liquid опять. А потом либо Astralis, либо команда Vitality. Ну, скорее всего, Astralis нужно будет проходить с грандов мирового Counter-Strike. Хоть сейчас задача не свалились на пару мест ниже, но они все равно и на этом турнире показывают клевую игру сами по себе. То, что мы видим, они не разобрались. Они просто отдыхали или у них была какая-то другая мотивация для турниров. Но вот здесь они реально клевые и настроенные на то, чтобы не отдавать Liquid'ам, в первую очередь, наверное, второй сезон Grand Slam. Потому что Liquid'ам остается только один турнир, который они могут забрать и настолько быстро оформить для себя вот тот самый миллион долларов с этими слитками. Да, они в этом смысле побьют рекорд команды Astralis, которые миллион себе забрали, но шли к этому миллиону довольно долго. А вот Liquid'ы могут взять Кёльн и сказать, ребята, мы... Кто быстрее? Быстрее, да. Но ты вот сказал, что у Na'Vi могут быть серьезные, точнее соперники посерьезнее, но с другой стороны не надо забегать вперед. NAP, Na'Vi, матч, best of three, карта Inferno. Счет, в принципе, равный и пистолетный раунд. Na'Vi теперь играют за диффенс. Есть снова саппорт от Lekra, перестрелка от Саши Симпла, который погибает от как раз-таки того самого Lekra. Там можно было лишиться непамы двух флешек или смока, например, как минимум. И это было бы не совсем приятно. Пловский уже находится за бревнами. Игра против Flamie. Flamie очень опасен на бесследных раундах, особенно с Юспом. Мы это видели неоднократно и в рамках даже этого турнира. Так что против Егора настолько сильно нельзя быковать, иначе Егор может за это, знаете, втащить. Не столько физически, сколько в игровом смысле. Но вот будут ли Na'Vi делать стак, они играют все равно трэм на B. Хотя, как мы видим, стак было бы неплохо сделать именно на точке A. И в этом смысле Na'Vi не угадывают. Даня Зевс играет один сейчас на точке A. И с одной стороны он собирает какую-то информацию. С другой стороны, если не ПП идут, то, скорее всего, Зевс не справится. Потому что позиция у него не самая хорошая. Даня заметил сейчас соперников. Остается там же на зеленке, уходит в арку. Ну а три игрока у команды NiP уже прошли через ковры. И этот раунд взять уже будет просто нереально трудно. Потому что Na'Vi до сих пор находится на точке B втроем. NiP сейчас поставят бомбу и придется выбивать или сейвить. Но, скорее всего, сейвить первые арморы. Да, и, наверное, даже больше думать в пользу форса. Можно будет под эти стопроцентные арморы. На'Vi любители форсить. Тем более, тут арморы, скажем так, есть. Каска стоит 350 долларов. Поэтому это будет, в принципе, неплохой форс от команды Na'Vi. Симпл, возможно, со скаутом сыграет. А все остальные, не знаю, с ТЗшками и вторыми арморами. Что, в принципе, будет довольно опасно. Na'Vi брали форс в первой половине. Но тогда был автомат Калашникова у Симпла. А вот возьмут ли они форс за КТ, посмотрим. Флейми, кстати, тут еще зарабатывает себе денег. Но, с другой стороны, он, по-моему, потерял немного своего армора. Да, да, 79. Поэтому будет докупать второй армор немножко подороже. Форест выходит. И в флейми все-таки падает. Но 8-8. Ничья снова временная. Na'Vi против NiP на карте до Инферно. Да, но вот ошибутся ли в очередной раз NAP, отдав форс. Либо же пойдут немножечко так, вопреки всего, и смогут перебороть себя. Но они, опять же, на атаке. Хорошую защиту вчера показывали против MoSports игроки Na'Vi. И что примечательно, Na'Vi очень часто угадывали практически в каждом раунде, куда пойдут игроки вражеской команды. И MoSports просто каждый раз натыкались на четверых, на пятерых игроков команды. Я не знаю, как это работает у них. Но мы подмечали, что вот действительно каждый раз MoS'а могут развернуться два раза, а Na'Vi все равно с копом бегут и стоят до конца туда, куда пойдут MoSports. Может, они там в одном TeamSpeak'е были, в одной конфе, но это было очень странно. Но у них это работало. Плопска отъезжает уже от флейми. МПшка работает. Первые арморы у двоих. Троица с вторыми арморами у команды Na'Vi. Симпл немножко прошивают здесь. Но вроде пока что большой опасности для Na'Vi не существует. Бумыч откидывает пока что смог на центре. Уходят назад под библиотеку. Контроль карты от команды NAP не полный. Банан они не просматривают. Но и Na'Vi, в принципе, там оставаться не хотят, потому что смог сейчас развеяться и играть со своими девайсами им будет там не совсем удобно. Втроем на пленте А. Оттягивается при этом флейми. Туда же. Команда NAP аккуратно заходит на ребра. У Nipof довольно много времени еще остается. 50 секунд хватает, чтобы и на бета идти, или зажать бплент с двух сторон. Поэтому Na'Vi, может быть, стоит уйти немножко подальше. Летят вот такие смоки под библиотеку и в арку. Они говорят нам о чем? О том, что выход будет все-таки на точку А. Гитрайт забирает Электроника. Ситуация 4 в 4. Бумыч на пленте с МПХ. Забирает игрока с бомбой. Остается тут перестрелки 1 на 1. Бумыч! Кирилл, давай! Форест забирает слэм и минус Бумыч. Падает Зевс. И все-таки Na'Vi этот раунд отдают. Как же хорошо сыграл Бумыч в этом моменте. Но вот тиммейты не смогли справиться с соперниками. В итоге коэффициенты-то поменялись теперь. Я думаю, что если посмотреть потом на кэфы после выигранного раунда от NAP против ЭКО команды Na'Vi, то будут примерно равны сами по себе. Какие-то 1.87 на 1.87, либо 1.90 на 1.85. Не так это важно. Поэтому NAP тут респектос. Они вот прям вцепились в эту каточку. Она, наверное, принципиально важна. Как бывает в некоторых матчах, за кого-то играет команда. Для кого-то. Бывает это потери, бывают какие-то радостные события. Но вот, возможно, если действительно будут провожать Гетрича, то я думаю, что они проводят его очень красиво. Может быть, не в финале проводят. А может вообще выигрывать чемпионат? Да, почему нет? Почему нет? И Гетрич останется у нас в команде NAP. Получит MVP еще к тому же. Ребята, я никуда не ухожу. Я еще в форме буду играть до 57 лет. Гетрайт как раз-таки стоит у нас под коврами. Там два человека у команды Na'Vi. Na'Vi втроем играют под B. Они с неплохими пистолетами, но без арморов. Попробуют отстреливать NAP. Кстати, очень важно сейчас Na'Vi сделать как минимум 2 или 3 кила, чтобы не дать Нипам уйти вперед по деньгам. Гетрайт проверяет Бумыча. Под коктейль молотого справа ничем помочь Бумычу. Электроник не смог. Электроник ушел вообще у нас под библиотеку. Играет на зелени. Но Нипы при этом стоят у нас под точкой B. И именно сюда будут заходить. Na'Vi, кстати, туда-сюда ходят. Не могут пока определиться с расположением своим, но принимают решение все-таки остаться на точке B. И сейчас, может быть, что-то интересное получится. Там Хэйшка полетела под Симпла и Зевса. Неплохой у нас получается даже полу-кроссфайер. Симпл и Флейми остаревают два игрока. Форест принимающий. Дает один размен. Дальше нужно действовать. Полетели по 250 и выстрелы из него. Рес находит фраг на Флейми. И тут Электроник за смоками может не контриться. Рес получает по лицу. Тут же отмориваются и Форест. Можно оформить свой экономический раунд. Гетрайт последний. Он хороший клачер в бывшем. Возможно, сейчас покажут тоже что-то подобное. Не отъезжает от Электроника. 9-9 экономический раунд для команды Na'Vi был взят. Это Электроник, друзья. Это один из лучших игроков в мире. Вытаскивает для своих парней раунд. Команда Na'Vi берет... Я бы даже не назвал это форсом. У ребят было по 2,5-3 тысячи. Они взяли пистолеты без ничего. И в итоге получилась вот такая комбинация. Помните, был похожий раунд у спани Непов за КТ? Они тогда были с Юспами. И вот сейчас тоже как-то не до конца раскинули гранаты Непы. Заходили на хилпу тогда, когда там еще не было смока. Соответственно, потеряли двоих. И после этого все пошло явно не по их сценарию. Форест просел уже в этом раунде довольно знатно. 40 кп. Но пытается играть агрессивно на центре. Симпл его наказывает. И команда Na'Vi в большинстве. Да, но девайс нужно подобрать. Слышит перемещение Гетрайта Бумыч. Пытается Кирилл найти для себя какую-то цель. Но Гетрайт уже без следа пропал и гуляет по второму мидлу. И будет стакаться с командой, чтобы выйти на одну из позиций. И у нас здесь Флейми с Эммочкой. К ним уже торопится Зевс, чтобы помочь. Вдруг пойдет команда NAP на базу B. И тогда будет в одного сложно принимать. Пока что, опять же, опасности для команды Na'Vi нет. Срэйн Айпи еще минуты на то время не особо не подставляется. Реза очень больно. Погибает от Зевса. Но Флейми подработал его очень бодро. По-моему, прошил краски хэдшотом. И Даня уже сделал добивалочку. И война от Зевса. Плопский. Флейми на размене неплохо. Флейми остается очень битым. Но остается только Ринд Плопский. И с Калашом в четыре оппонента. И без армора только смог каким-то образом помочь. Ведь Симпл такого он не просит явно. Ну, кстати, надо аккуратнее играть на самом деле. Потому что если Симпл погибнет, Флейми-то красный, у Плопски есть бомба. И это нельзя сказать, что изи раунд. Но это изи 800 баксов на каждого за бомбу. Поэтому против Плопски, против юной звезды команды NAP нужно держать ухвостро. Плопски прошел на кафель. Чекает с автоматом Калашникова. Все-таки гробы и Симпл здесь был на чеку. Раунд для Na'Vi 10-9. И экономика NAP посыпалась. Na'Vi могут выйти на счет 11-9. А по идее, должны были НИП выходить на счет 10-8. И оставлять Na'Vi уже при выборе на девайсном раунде. Брать или не брать. А можно два. Но вот действительно эко. И с глаками вряд ли что-то получится. Даже без флешки какой-либо. Потому что и так деньги уже в упоре. Будет по 4-300. А там, дай бог, хватит на флешку до смоу какой-нибудь. Я так понимаю, что и Галилы тоже, возможно, в раунде. Молики полетели. Очень больно команде NAP. Просто полетели головы из-за оппонентов. И тут Флейми просто пришел. Разрубил пацанов. Квадра-килл для Игора Васильева. Ну, там еще и Болтов был хороший. Потому что нужно было обходить. Либо идти по нему, чтобы пытаться как-то вырулить. Ну, вот так вот Флейми справился. Хороший справился M. Кстати, вот как ты говорил, Аугов-то не видно. Да, я тоже хотел только что об этом сказать. Вообще не видно Аугов. Девайс, который до последнего обновления уже вытеснил M. И соревновался с автоматом Калашникова. Вообще пропал. Просто его нет. Хотя, ну, это две команды. Статистика небольшая. У меня лично Na'Vi NIP. Но в других матчах я тоже не видел там более одного-двух Аугов. Это говорит нам о том, что, скорее всего, в следующем патче или через какое-то время до мажора мы увидим опять небольшой фикс этого гана. Потому что, ну, Valve не хотели убирать полностью, мне кажется, этот девайс. Они лишь хотели немножко его исправить. Но вот в итоге исправили так сильно, что команды посчитали, что нет никакого резона с ним играть. Саш Симпл уже разбирается с Плопским. Фраг был сделан на банане. Ну и для снайпера команды Na'Vi нет никаких других, наверное, даже сложностей. Форест перестреливает оппонента. Зевс добивает Фореста. 4 в 3. Большинство для команды Na'Vi. Тут трое игроков на базе A. Гетрайт ждет выход из-за бокса. Лекра тем временем отстреливает Даню Зевса. И на козырьке Бумыч не подставляется. Электроник из-за плента дает свой фраг. Но и Симпл также не мажут по резу. И, кстати, по-моему, кто-то мне говорил статистику, Торой Громов, Толли Слип. То, что сейчас СГ-шка занимает третье место популярности после Калаша и Энки. У нее популярность 12%. Ну, на самом деле все возможно. У нас минимум 2-3 СГ-шки. А бывают команды, которые и в 5 стволов играют. Поэтому, в принципе, в этом ничего удивительного нет. СГ-шка сейчас очень популярна. А вот Аугов у нас нет. 12-9 в пользу Na'Vi. Сейчас очень хорошо индивидуально поработали ребята. Каждый на своей позиции сделал по один или несколько киллов. И из-за этого NAP раунд не взяли. Симпл играет агрессивно в бойлере. Проверил сейчас ложный. Откидывает сейчас Хаешку. И уходит назад. Тем временем Флейми агрессивничает на Банане. Рядом с ним Даня Зевс. Флейми нашивает. Оп-па-ча. Бумыча могли сейчас поймать. Но Гитрайт все-таки падает. Кириллу нужно играть немного аккуратнее. Он врывает это под флешку. Форест с репо. И Бумыч оформляет дубль в этом раунде. Ситуация 3-5. Команда NAP немного посыпалась. Зевс под флеш. Проверяет ребра. Минус Рес. Минус Лекра. И Плопский последний. Один против пятерых. Возможно, NAP пора ставить паузу. Потому что пока что карта под контролем команды Na'Vi. Да, вернули себе преимущество. И вот я только что хотел сказать про Ау, как его можно было вернуть, наверное, к игре. Обратно ему цену понизить и оставить при таких параметрах. Потому что, получается, ему и цену вернули, и еще и понизили его в эффективности. Цену, по-моему, не трогали. Нет, цены в смысле не 3-300 сейчас, как он имеет, а 3-100 обратно, как это было до еще того большого патча. Ну, или полторушку сделать. Да, действительно. Или тысячу. Как в пистолетах. 800, чтобы можно было в пистолетах брать Ауги, и тогда было бы интересно. Ну, это все шутки, но на самом деле я согласен. То есть, если девайс стал настолько неэффективным, что его прям не берут, то просто понести цену, и тогда люди все равно... Ага, значит, Аука и одна флешка, например, у меня. Не, там немочка или там что-то другое. Ну, в общем, как-то так. Можно, конечно, балансировать. Посмотрим, к чему придут Valve. Тем временем, Гитрайт играет агрессивно на коврах. Команда NIP решила быстро выйти на плен через короткий. Здесь у нас находится всего два человека. Судьба раунда зависит от Бумыча. Бумыч падает. Симпл в итоге один под библиотекой делает минус. Симпл в игре. Его все-таки отрезают смоком. И, по идее, нужно отходить назад. Однако, Электроник врывается из-под библиотеки, забирает нас Фореста. Из-за этого Симпл отходит поглубже назад. И теперь нужно подождать, пока развеются смоки. Флейми подкрался на центре. Выходит. И все-таки падает от Гитрайта. Ситуация 3 на 3. Но из-за этого Даня Зев получает информацию. Однако играет, наверное, слишком медно. Да, тень было видно. Гитрайт это понял. Даня откидывает Сашку. Выходит. Все-таки перестреливает Кристофера и Лисунда. Два игрока у команды NAP зажаты на пленте. Плопски вместе с Резом. Один у ящика, другой внутри. Электроник падает. По Симплу попадает довольно сильно. Зевс на степе. Идет. И все-таки понимает, что нужно уйти на сейв. Это раунд для команды NAP. Какой сложный раунд. Они были в меньшинстве. И казалось, что вот они нави, которые должны были идти. Но NAP для себя. Вот еще потому, что они быстро заходили, оставили кучу гранат. Это были и Молик, и Сумака. Там было, по-моему, два и флешек. Там огромное количество. Поэтому вот это время, которое они выиграли для себя, чтобы нави уже заходили в торопя. Ну, получилось вот так. Даже без паузы. У них все это дело вышло. И, кстати, по-моему, не так много бомб вообще ставили игроки команды NAP. Всего лишь две явили. Они взорвались. Когда нави забирали для себя раунды, там это было в плане элиминашн. То есть всех поубивали, и на этом раунд был взят. Но плюсы для команды нави, что экономика у них шикарная. То есть бай есть сейчас. Бай будет в случае поражений и в этом раунде тоже может быть. Вот и снайперская винтовка для флэйми. В этот раз не симпл. Мы видим, что снайперскую винтовку отправляют все чаще и чаще под базу B. Игроки команды нави, чтобы в какой-то момент можно было ставить один авик и отправить четыре игрока на плент А, чтобы вот это все работало. Посмотри, сколько у нави денег. Денег очень много. Денег на два раунда. И в этом раунде уже капитан команды нави начинает очень хорошо для себя и своих парней. Делает килл. Плопски падает. Рез три холлспоинта на банане. Команде NAP сейчас не позавидуешь. Играют ребята очень аккуратно. Кто-то контролит другу, кто-то под коврами. Это гитрайт. Но до конца еще не бы не решили все-таки, в каком направлении они могут теперь действовать. Гитрайт все-таки уходит назад на второй центр. Видимо, пойдет со своими тиммейтами заходить на точку B. Там у нас два человека. Это Даня Зевс и Флейми. У Флейми снайперская винтовка. Но против этой позиции обычно летит какая-то флешка. И вот сейчас многое зависит все-таки от Тесленко. Тесленко у нас играет на гробах. И, скорее всего, B-плэнд они отдадут. И потом вынуждены будут ретейк. Полетели гранаты. Флейми откидывает коктейль Молотова. Возможно, немного задержат команду NAP. Да, он ее задерживает. Но, я так понимаю, у Нипов изначально была цель зайти второй заход. Да, в итоге они заходят по царшку. Зевс делает килл. Электроник тем временем уже подошел на капель. Начинает расшивать. Смог не попадает. Остается под клумбой. Под садочка готовится. Зевс все-таки падает. Но Флейми сделал килл. Гетрайт наказывает Флейми. 10 секунд до конца. Отличная позиция у Гетрича. Гетрич убивает у нас еще одного. Врывается его электроник. Гетрайт квадрокилл. Бумыч один против двоих. Какой же раунд. Какая ситуация. Кристофер Алисун. Ну, куда же тебе забивать на КС. Посмотри, что ты творишь. Гетрайт. Но у Бумыча, возможно, еще есть хороший шанс на взятие этого раунда. Бумыч крадется. Играет на пленте. Попадает в голову. Но Форест играет с автоматом Калашникова. И это 13-11. Нави отдают очень-очень. Вот он, Гетрич. Вот он, да. Горячий парень, который радуется. И у Гетрича там фрагов-то порядочно. Очень много. Очень много фрагов. Но расслабляться на NAP не стоит. Мы уже с тобой подмечали, что денег у Na'Vi много. Поэтому нужно провести еще один хороший девайс на раунд. Тогда можно будет попытаться выйти на счет 13-13. Но учитывая, что у Na'Vi тогда уже деньги закончатся точно. Вот он, кстати, АУК для Бумыча. И Кирилл не отказывает себе в удовольствии поиграть с этим девайсом на ESL. Но хотя бы один, да. Я думаю, что логичным действием будет, когда придут к тому балансу, когда будут в команде брать один АУК, один СГ, чтобы какую-то позицию вот такую узенькую зажимать, и чтобы этот скоб не мешал. Такую узенькую, да? Хорошо. Узенькую позицию будут смотреть они с одним АУКом и СГшкой. И веселиться там на этой позиции. Тем временем, друзья, сейчас самый важный раунд. На этой стадии игры. Посмотрите на экономику обеих команд. Тот, кто берет, тот, скорее всего... Ну, в случае Na'Vi это возможная победа. В случае команды NAP это такая серьезная заявочка на камбэк. Все-таки во второй половине. Пока что NIP'ы проигрывают. 13-11, но в этом раунде никто пока не погиб. У Na'Vi гранаты потихонечку заканчиваются. Хотя остается смок у Электроника и Симпла. Эти ребята обычно играют у нас на Апленте. Вот он Симпл со своим смоком отсекает бойлер. Соответственно, выйти оттуда будет проблематично. Но NIP'ы вроде как через бойлер и не идут. Они будут заходить через мидл. Летит флешка на центр. Бумыч играет под козырьком. Но вот он с АУКом. И АУК себя пока что без прицела, без скоупа не показывает. В итоге Бумыч падает. Команда Na'Vi в меньшинстве подтягивается в флейме. В библиотеку. Зев остается у нас пока что на Б. Вот в флейме Сэмочка играет на 100 или даже 120%. Симпл 2 кила из АВП. И Гетрайт понимает, что как бы хорошо он в этой игре не играл. Один в поле не воин. Один в четыре. Надо уйти на сейв. Там еще и бомба лежала на длинном. Он находился на апартах. Поэтому пока добежишь. Пока то все время закончится. Тебя еще из-за этого могут убить. И четырестый раунд для команды Na'Vi. Na'Vi в двух раундах от победы на собственной карте. И конечно же возможно еще и со счетом 2-0. Если заберут вражеский Демираж. Это может случиться. И у нас кто-то прогнозировал победу команды Na'Vi 2-0 по-моему. Это был... Я говорил 2-0? А тебе говорил. Да, ты говорил. Я всегда не слышал. Но я говорил 2-0 для Na'Vi. Посмотрим. Насколько все это будет. Потому что пока что Инферно пик Na'Vi. И игра как бы... Понятное дело. Вроде как Na'Vi сильнее. Берут свои раунды. Наказывают Nip'ов. Но нет какой-то такой уж сверхдоминации. То есть Nip'ы показывают, что в новом составе они... Хороший, серьезный, наверное, середнячок. Который может тебя обыграть, если ты не будешь максимально сконцентрирован. То есть с этими парнями нужно играть очень аккуратно. Прямо глаз до глаз нужен. Третья пауза для Nip. Будет возможность еще одной. В случае, если в этом раунде они проиграют. Либо наоборот, если будет какая-то очень такая, опять же, щепетильная ситуация. Этот раунд, который может решить исход карты. Либо же там какого-то камбэка. Или может быть даже новертаймы, если это случаться. Но вот уже тот самый плотный матч, который мы с тобой прогнозировали. И в который также примерно верил наш букмекер. Давая предпочтение на Total больше 27,5. То есть 16,12 тоже вполне может случиться. Потому что разница буквально в один раунд. А там, если Nip берут сейчас, то у Na'Vi, скорее всего, опять же, денег будет немного. Хотя они засавили четыре девайса в прошлом раунде. Ну, 3300, 3400. То есть Nip по-хорошему нужно будет брать два подряд, чтобы экономика потерялась. И если они зайдут в большинстве, то Na'Vi будут сейвить. А сейв двух или даже трех девайсов обеспечит Na'Vi снова полноценный хороший бай. Поэтому Nip'ам нужно прямо идти и вот прямо сейчас душить после этой паузы. Чтобы рассчитывать на победу или хотя бы на возвращение этой карты. Чтобы какие-то силы из Na'Vi вытянуть. И потом уже на своем Демираже показать силу богатырскую. Да, но при этом за счет чего душить? Дигл, Галил и раскидка. Нет снайперской винтовки. И, соответственно, у Na'Vi сейчас в этом плане серьезное преимущество. Кстати, Зевс взял АУК. Вот пока что до конца, видимо, Na'Vi еще не поняли, что АУК это тот девайс, с которым может быть в новой мете и не стоит играть. Но посмотрим, насколько хорошо сыграет Даня. Тем временем поджимает Бумыч Банан. И Плопский то ли не был слепым, то ли Бумыч немножко не повезло. Флейми, правда, разорвал сейчас Плопский на туге. Почему-то Плопский решил пойти вперед. Но понимает сейчас игроки команды NAP, что два игрока у Na'Vi на B пленте. А это значит, что-то где-то на А не под контролем. В итоге Лекра проходит вместе с тиммейтом на КТ. Зевс, по идее, это понял. Уходит назад в церковь. На дуге остается Флейми. Но многое теперь зависит просто от индивидуальной игры. То есть или Зевс, или Флейми должны делать два минуса. Даня жмет, но АУК-то плохо. Откидывает Флейми смог, кидает коктейль Молотова на капель. Разрывает Лекра. Флейми понимает, его зажимает с двух сторон. Таким, Рез заметил. Промах, куда? Какой же промах, но Саша дважды не промахивается. Это 2 на 2. Electronic Simple против Фореста и Гетрайта. Два старичка сейчас будут бороться против двух молодых команды. Старая советская школа Форест Гетрайт против Молодника. Да, вот эти вот зеленые, которые сейчас будут врываться. Вот это что-то пытаться в ретейк. Но раскидки довольно много у команды Na'Vi. Смоки и флешки есть. И ХА-шка, если удачно залетит под Гетрайта, то Кристофер Алисонду, возможно, не поздоровится. Но АИМ сейчас у шведов на уровне. Поэтому какие-то пару хитшотов. И на этом может все действительно завершиться. Симпл может поставиться. Видел его Форест и ставит хэдшот. Electronic последний должен разбираться 1 в 2. Против, понятно, в тикторе поставляется еще и хэдшот от Фореста. Патрик дает 2 фрага и забирает раунд для команды Na'Vi. Как сейчас прочли Na'Vi эту игру от Na'Vi? Они поняли, что, как ты сказал, 2 игрока находятся еще на банане. Поэтому можно ворваться и сплитом забрать базу B. Не, классно прочитали на самом деле полностью рожденных побеждать. Ниндзи в пижамах и все у них получилось. Ну и вот вопрос Симпл с Electronic, насколько хорошо они отыграли сейчас этот клач. Потому что один из игроков команды N.A.P. был красный, по-моему, Гетрич. Да, и в принципе этот раунд можно было затащить, но, видимо, не до конца поняли позиции игроков. И как-то медленно заходили, потому что бомба-то уже сильно тикала. Проблемы у команды Na'Vi на самом-то деле. 14-12 счет в их пользу, но денег мало. И нужно играть экономически. И, казалось бы, НИПы, у которых было все очень плохо, сейчас уже в более выигрышном положении. Но не стоит забывать про тот экономический раунд от команды Na'Vi, которая тоже может заехать. И те же самые 5-7, и какие-то пара дзиглов. Может быть, скаут для Симпла. Хотя в таком положении нужно оставлять себе деньги на хороший бай в девайсном раунде, чтобы было абсолютно все, и дефьюз киты, и прочие-прочие вещи. Хотя у Симпла и так хватает сейчас на авик и флешку. Но я не думаю, что будут закупаться Na'Vi. Это слишком серьезный шаг и, может быть, ошибкой. Такой бай. Да, вроде бы там два девайса полноценные, два не очень. Для бумочек какой-то дигл. Но это в случае проигрыша 14-12 раунд для команды N'Vi, вероятнее всего. Поэтому все может сложиться для них очень здорово. Там мы видели, что рефери подходил к Флэйме, по-моему, и говорил, что братан, почему не пиши? Ты тут на клавиатуру показывал. А почему вот игрок защиты атаки, точнее, Рес, решил куда-то уйти, вместо того, чтобы достать калашников, пытаться Симпла перестрелять? Тоже вопрос. Ну, он, не знаю, понимал, что нужно просто время тянуть. То есть там пожить, например, пока его тиммейты заходят на B, ставят бон. В итоге проиграл. Техническая пауза. Следят сейчас, видите, судьи, дабы никто из команды Na'Vi не написал ничего в чат. Это запрещено. Сейчас, кстати, и по Кейну там немножко похлопал судья, потому что Кейн, видимо, пытается сквозь наушники просто прокричать какие-то комбинации. Но все под контролем. Кстати, на этом турнире даже два рефери за спиной увидел. То есть обычно по одному стоит. А тут у нас в некоторых играх стояло два судьи за спинами одной из команд. Кубок. Кубок, который послезавтра, после финала Best of 5 поднимет кто-то из тех команд, которые участвуют. Я напоминаю, что на этом чемпионате остаются еще Vitality, остаются Astralis, остаются Liquid. И вот кто-то из Na'Vi или Nipo пройдут дальше. Пока абсолютно непонятно, кто же затащит. Потому что Nipo, казалось бы, команда в целом смотрится слабее. Перед началом коэффициент от пари матч, например, был 3-3 на NIP. И 1-3 всего лишь на Na'Vi, что говорит о превосходстве команды Na'Vi. Но, с другой стороны, по игре-то сейчас очень все спорно. И мы можем взять 13-й раунд, только после этого будет байд. Na'Vi думает сейчас, покупать или не покупать. Да, нужно подумать серьезно о том, что происходит в команде. Но пока какая-то техническая пауза, вероятно, не всего. И, ну, там думают, да, что-то у Гетрича случилось. И, соответственно, сотрудник ESL, кто-то из ТАФа пытается помочь Кристоферу. И он объясняет проблем какую-то, что что-то там маленькое. Непонятно, что. Что происходит вообще? Ну, не знаем мы, увы, чем это связано. Вроде бы было все хорошо, а потом какой-то бах внезапный. Да, и Гитрайт хорошо себя показывал в этом матче. Может быть, FPS дропается, может быть, что-то со звуком. Не знаем, никакой информации у нас. А, с микрофоном, по-моему. Он сейчас микрофон говорил, и, по-моему, вот как раз с коммуникацией была проблема. Возможно, в раунде как-то вот внезапно тел микро. Он пытался говорить туда. Ну, может быть, ему предложат судьи сейчас другой микрофон? Такой для караоке, который, да? Может оторваться. Ну, попробуй мой микрофон, поговори в нём. Кейн, тренер команды Na'Vi сейчас. Общаться нельзя, поэтому Даня просто отдыхает. Не, ну, отдохнуть тоже нужно. Даня чил. Отдохнуть, чтобы собраться. Осталось, ну, основного времени. Сколько? Три-пять минут. Ну, наверное, да. Остается сколько там раундов? Четыринадцать-одинадцать? Четыринадцать-двадцать. Пять минут. То есть, если будут допы, то есть, тогда да, тогда матч, может быть, затянется. Да, с допами, конечно. Ну, или там с паузами, потому что ещё и на пи есть пауза. Тридцать секунд до Na'Vi, по-моему, то ли две, то ли три паузы даже присутствуют в наличии сейчас. Вот он зал, который огоньками сейчас блещет. Раньше были зажигалки, сейчас это мобильные телефоны. Всё-таки зажигалки не настолько безопасны. Хотя бывали телефоны, которые... Не, ну, зажигалки можно пронести, но телефоны смотрятся круче. Хотя в огне было больше романтики. Ох, да. Как упоительны. В Кёльне вечера. Ну, стадион забит, конечно. Просто под завязку. Причём сегодня пятница. Да, рабочий день, но вечер. То есть, все уже пришли. Немцы, да и, в принципе, приезжих много. Десять часов вечера, по идее, в Кёльне. Или девять? На час раньше. Нет, восемь. Восемь сейчас. В Кёльне восемь. Самый смак. После работы, после учёбы. Хотя, не знаю, там, где там учатся, не учатся. Может, какие-то сессии тоже там предусмотрены. Или какие-то ещё вещи. Но зал действительно забит битком. И вот они, как я уже говорил, болельщики разнообразных команд. И ФСИ, которые вылетели. И Ликвиды, которые сегодня вообще не играют. И Астралисы, которые также играют только завтра. Множество коллективов. По-моему, я только футболки ENCE не видел. И MBP PK. Если у них вообще есть футболки. Не, по-моему, у ENCE есть. ENCE я видел на мажоре. Не, у ENCE есть, а у MBP не точно. Не, ну, форма-то есть у всех. Вопрос просто, продаётся ли эта форма. Так, ну, и вот, собственно, судья приносит свой микрофон. Из дома. Чёрный ящик внесите в студию. Кстати, на мажоре раздавали всем ещё браслеты, которые мог удалённо специально обученный человек включать. Это тоже смотрелось очень классно. И током било, да? Да. Нет, током не било, но разные цвета у этого браслета были. А, там же по местам, да, было? Типа там какие-то эти были. Да, да, да. Там прикольные всякие фишки можно было с помощью этих браслетов делать. Тут такого нет. Тут есть просто пистолеты. Значит, меняют звуковую карту, друзья. Микрофон решили оставить. А вот устройство под названием «Звуковая карта» решили поменять. Ну, посмотрим. Хорошо это или плохо. Поможет ли это, точнее? Да. Главное, поможет ли. Каких девайсов у нас играют? Наверное, давайте посмотрим. Белая мышка, черная мышка. Да, осталось узнать производителей. Но у Симпла розовая мышка. Розовая. У Реза голубая мышка. У Гитрайта черная мышка. Так, нам сейчас ESL покажут какую-то мувик, да? Здорово, пацаны. Голубая мышка. Здорово, пацаны. Голубая мышка. Голубая мышка. Кто знает, что ты играешь AK, which sometimes I am, but sometimes I like to change it up. either go second mid, or I just jump the sewers pretty fast. Ходит по центру, иногда по ложному, а может играть с автоматом калашки. В основном. Есть много способов, чтобы вы просто пытались помочь играть другими игроками. Дорогие звукорежиссеры, у нас в наушниках просто что-то происходит невероятное. Какой-то аут можно починить. Прямо, я ничего не слышу. Лекар. Если у вас есть какие-то звонки в начале раунда, но вы чувствуете, что они играют heavy B или heavy mid, то вы можете использовать предыдущую информацию. Нет, он рассказывает, на самом деле, как он играет. Это такой более-менее обучающий гайд. И как конкретно он там ходит, если этот матч не спаммабый, и если они улучшены на раундах, и они уложили в клуб 5-м, то вы не сможете улучшить. Нет, ну счет 1-6. А, да. А, да. Айденнис еще играет. Нет. Это просто нашли нарезку какую-то на Инферно, когда играют. Но они, не знаю, доволоком у нас, что полиграют. Но если вы играете на матч, или на ЕС или на ЕС, я думаю, что... Возможно, все возможно. Playstyle. Ну, так и называется. Playstyle. То есть, как играет Лекра. КД Лекра 17 на 20. Дэмэдж средний почти 80. И процент хэдшотов 47 у него. Это и не много, и не мало, скажем так. Лекра просто штатный убийца у нас. Калаша и Эмочки. Так. Зал у нас тем временем пускает волну. Но это лучше, на самом деле, чем то, что мы видели, помните, на Pro League во Франции, когда там французы соски свои крутили. Тут такого нет. Натирали. Тут такого нет. Тут светят мобильными телефонами, пускают волну, бьют вот этими штуками. Не знаю, как они называются. Я тоже сидел. Стучал. Баллоны какие-то там. Потому что мне в глазах начало рябить от этой камеры и волны. Что-то очень страшное. Я помню прошлый Кёльн. Очень хорошо. Но там, конечно, в финале атмосфера была очень классной. когда играла местная команда против команды Na'Vi. Best of 5. Зал просто орал. Там были эмоции. Сейчас пока такого, конечно, нет. Игры, как таковой, сейчас тоже не наблюдается. Бумыч снимает уже наушники и просто общается с Flame на предмет, не знаю, ужина, возможно, или что-то еще. Не, ну на самом деле общаться нельзя. И должны понимать игроки, что все это очень строго. ESL отнимает какие-то там очки, выписывает предупреждения и шутить с ESL не нужно. В итоге, так, Flame идет судья, все, я одеваю наушники. Я в домике сразу. Не, ну когда вот такие прям уж большие паузы, то, конечно, вообще сидеть молча очень тяжело. И тут, может быть, стоит ESL как-то пересмотреть. Потому что, ну, это реально тяжело. Десять минут, пятнадцать, ты просто сидишь и втыкаешь. И как бы настрой сбивается. И вот непонятно, кому это лучше. НИПы вроде как камбэчили, да, и у них был какой-то определенный настрой. Или Na'Vi тоже сейчас могут, ну, как-то себя плохо чувствовать из-за этого. Ну, посмотрим. Проверяет сейчас в итоге микрофон. Гитрайт вроде как общается со своими тиммейтами, хотя до конца еще непонятно. Судья ему что-то советует. Там, не знаю, братишка, нажми сюда, вот здесь, тут. Поговори, постучи, пошурши. Поговори, все будет хорошо. Но публика ликует, залу все нравится. Они время впустую не тратят. Поэтому развлекаются как могут. Да, хороший зал, большой, куча людей, что еще нужно для команд, для нас с вами, чтобы наблюдать хороший Counter-Strike. И мы с тобой хотели долгий, хороший матч. Вот он, долгий и хороший. Это, да, это всего лишь первая карта, друзья. Карта D'Inferno, а потом у нас Mirage, а потом, если надо, будет карта D'Train. От таких НИПов можно ожидать всего чего угодно. НИПы вчера на минуточку сыграли на допах против Астралис. И кто-то, конечно, считает, что Астралис уже не те. Но в рамках этого чемпионата Астралис играет очень сильно. Астралис те. Да, Астралис играет очень хорошо. Обыгрывали просто всех, ну, довольно сильно. И, ну, Астралис в любом случае остается Астралисами. Хоть и в рейтинге по HLTV.org они уже на четвертом месте. Да, и более молодые команды заняли почетные места. Виталити и Энс. Но такой тоже древненький уже ТЭК и сама команда. Сам состав команды Liquid по-прежнему. Вернишь мышкой что-то. Ребят, вы поменяли мне саундкарту, а я теперь мышкой поломал. Мышка поломалась, как это работает. Меняйте обратно. Буду молчать, но хотя бы стрелять. Нет, так, конечно, не очень здорово. Я не думаю, что у тебя в компьютере какая-то, ну, может быть просто разыгрывать. Вернуть себе механическую память, чтобы отлично. Вроде бы готовы все. И Get Right, и команды, да. Наконец-таки ура, друзья. Мы возвращаемся на карту The Inferno. Счет 14-12. NAP только что взяли себе раунд. Еле-еле душа в теле, но выжили. И пауза для контртеррористов. Нави думают. Сейчас они будут общаться. У них еще есть две паузы из четырех возможных в дальнейшем, чтобы определить судьбу данной карты. Ну и, конечно, должны придумать что-то очень, очень клевое. Возможно, какой-то стак на одной из позиций. Может быть, кроссфайр на ланге, либо же пять хаешек в банан, чего, наверное, буду ждать. NAP вряд ли будут действовать очень быстро сейчас, на ноге влетая туда или сюда. Но какие-то тактики имеют место быть. Посмотрим, что купит себе Naviv. Рестаймы 15 секунд. На деньги, как мы уже говорили, есть только у двоих, а у троих, ладно, людей. Но если Simple покупает авика, это без армора можно отъехать. Какой-то двух хаешек или хаешка-молик. Дробовик для Simple'а. Nova в руках. Два дегла P30-50 и 5-7 с небольшой раскидкой. Первых армора также на два присутствует. Но NAP тоже закупились чуть ли не в ноль. Четыре калаша и Юмп тоже без авика. Но, наверное, в этом раунде мы авик даже и в принципе не нужен. Не, ну Navi в принципе были перед выбором, покупать, не покупать. Решили, что все-таки есть неплохое преимущество и можно сыграть сейчас с пистолетами, попытаться взять. А я напоминаю, Navi взяли Force благодаря электронику. Это был третий раунд во второй стороне. Ну и если сейчас все получится, тогда можно смело ставить точку. 14.12. Контроль карты от НИПО. В Плопске кидает коктейль Молотова, фокусирует внимание Navi на пленте B. Но Navi, собственно, как и делали засаду по A, так и будут делать. Потому как они на ребрах и перетягиваться на B слишком долго. А вот НИПы все-таки могут пойти на точку B. Хотя пока непонятно. Бомба лежит у нас возле ямы. НИПы пытаются все-таки как-то прочесть своих соперников. Но надо кого-то отправлять в любом случае, типа Лекра, чтобы тот дал инфу. А тот дает инфу и говорит, что вроде как на A пленте засада. В итоге Симпл выходит на бойлер. Предупреждает своих ребят, что это выход на точку B. Зев скидает хороший коктейль Молотова. Команда NIP зайти не может. Симпл уже в спине у NIP. Симпл сейчас может всех порешать. Но играет аккуратно. Гитрайт наказывает Бумыча. Симплу надо идти вперед. Симпл это понимает. Забирает токи Фореста. Подбирает автомат Калашникова. Однако Плопски контроляет спину. Делает килл. Но ситуация 3 в 2. Гитрайт красный. Гитрайт пытается на гробах поставить бомбу. Электроник его убивает. Плопски разваливает Зевса. 10 секунд до конца. Флейми против Плопски. Плопски ставит бомбу. 5 секунд. Флейми дигл. Флейми вылазит. Плопски падает на кафель. Плопски чекает хилпу. Плопски. Плопски контролит сейчас гробы. Флейми промахнулся. Плопски падает. Флейми берет для Na'Vi 15 раунд. Друзья. Снова экономический. Да. И снова команда Na'Vi. Как же не поошиблись. Но был близок Плопски. Если бы оформил квадрокилл. Тогда бы раунд для NAP. Попытка того самого компэка. И что там Симпл довольно рассказывал своей команде. Что что-то как-то изи. Я не знаю. Забыком зашел. Человек убил. Плюс 900. Себе заработал. Ну еще и как выяснилось в окончании всего этого действия. Еще и конечно же раунд. Вот теперь уже глаза Гетро еще. Мне кажется. Какое-то удивление показывает. Что произошло? Это был раунд на выигрыш. Это был раунд на победку. 15-12. У Na'Vi теперь ауги. Почему же они берут эти ауги? Вы же их не брали. Все было хорошо. Ну ладно. Na'Vi может быть рискует. Может быть нет. В итоге ZEV сейчас делает один килл. НИПы решили быстро пройти скорее всего на точку B. Потушили коктейль Молотова. Перетягивается у нас Симпл. В клейме пока что один. Разваливает двоих. Разваливает троих. Егор Васильев проводит одну из своих лучших встреч за последнее время. На карте D'Inferno. Огромное количество фрагов. Симпл горит. Плопский ставит бомбу. Плопский один против троих. Устанавливает ее на гробах. Играет на кафеле. При этом Na'Vi будут выбивать через хелпу и через церковь. Но этого и не нужно было. Электроник просто простреливает смог. Плопский падает. Na'Vi выигрывают на карте D'Inferno. Все-таки это победа со счетом 16-12. Плотная борьба. Но буквально ошибка в паре раундов стоила команде Na'Vi, кампэка и возможности выигрыша на Demirage. Но не стоит расстраиваться болельщикам команды Ni, поскольку впереди еще собственная карта Demirage, на которой есть огромные шансы после того, что люди на Inferno. Если Na'Vi будет ошибаться меньше, то у них есть огромные шансы играть свой Demirage и потом еще на трейне показать какие-то интересные вещи. Но вот она радуется команде... Нет, не радуется команде Na'Vi. Они просто пить унисили. Не, но они не унывают, потому что Inferno пик команды Na'Vi и они как бы на вражеском выборе, на вражеской карте взяли довольно много раундов и действительно могли даже победить, если бы не отдали. Я могу даже сейчас сказать, какие раунды. Это второй в первой половине, третий во второй половине, вот предпоследний. То есть они отдали три волевых раунда Na'Vi. Если бы не эти раунды, они бы забирали Inferno. Вот поэтому будем постепенно передавать слово аналитике. Друзья, разберитесь, что было на Inferno не так, кроме тех трех раундов, которые только что назвал Сенька. Поздравляю всех болельщиков команды Na'Vi с прекрасным началом этого best-of-3 противостояния. Na'Vi сейчас в одной карте от команды Liquid, с которыми они сразятся в полуфинале, если, опять же, одолеют Ninjas and Pijamas во второй карте, а может быть и в третьей. Кто знает, как обычно, такие матчи проходят больше по классической схеме, то бишь полноценная best-of-3. И мне и моим коллегам довольно-таки зашел этот матч. Что скажете, друзья? Много ошибок было, ну и много красивых моментов. Да, игра была очень интересная на самом деле. Тут больше, если брать глобально, то это скорее NiPy проиграли, чем Na'Vi выиграли. Ну, то есть не в том плане, что Na'Vi незаслуженно выиграли, а в том плане, что NiPy отдали ну просто супермного вообще раундов, которые не позволительно отдавать, с такими детскими ошибками, которые непонятно, как игроки такого уровня могут их допускать против Eko. Ну, то есть, Na'Vi, конечно, красавчики, там они дуально, как всегда, в нужный момент каждый из них выстрелили. Electronic, Simple и Flame, но NiPy могли и закомбетчить, и даже выиграть эту карту, не допустив они эти ошибки против Eko. Ну, кстати, те же NiPy тоже пару пистолетов взяли довольно успешно, по-моему, два раунда подряд. Forest вместе с GetRite, с чешками неплохо, на самом деле, экономику порушили команде Na'Vi еще в рамках первого поля. Но они только рушили экономику, они не брали. Да, но раунды не брали. Б, правда, справедливо замеченную. Этот раунд 3 в 1 с Electronic, ошибка от Plopsky, который просто не посчитал секунды, плюс еще несколько раундов, то есть, вообще, вот я смотрю, сколько за Na'Vi, конечно, великолепно индивидуально играют игроки, но вот ты смотришь, что делают соперники, и я, ну, не понимаю, как команда уровня NiPy совершает такие ошибки. Раунд второй половине, когда они заходили на B, и у них есть смок, и они просто его не кидают, и в итоге в этом раунде они не успели поставить бомбу, точнее, их убили просто всех, ну, почему они так делают, как это получается, для меня загадка. Тяжеловато, конечно, давалась игра, Plopsky на Манане его часто... Вот так вот. Да, ну, я говорю, simple — это просто одно наслаждение смотреть, просто чистый скилл, вот, просто, просто, вот, я даже не знаю, мне даже слово подобрать какое-нибудь нельзя. То есть, за некоторыми смотришь игроками — это, там, классные какие-то мувменты, какая-то нереальность рыба... Идеально. Тут просто все, как бы, парень делает настолько четко, что даже добавить нечего особо. Ну, мне очень понравилось, на самом деле, как наши комментаторы прокомментировали клатч два в два между Гитрайтом и Форестом против Электроника и Симпла. Старая советская школа. Очень уместно, на самом деле, забавно, и классно сыграли все-таки в этой ситуации именно шведцы. Ты за своих, да? Ну, конечно, я болею за наших ребят, за Электроника и за Симпла, но было приятно просто сказать, как этот клатч, они, ну, грамотно прочитали, разыграли. Ну, этот раунд Симпл Савиков, конечно, сильно отыгрывает. То есть, вообще, я говорю, очень много моментов, когда просто чисто индивидуалки, то есть, ну, вот Эко берет... Да, вот этот раунд очень важный был, непонятно. Вот наказали два раза за такие вещи, ребята из Ninja Pijamas, что очень много, долго на банане стоят и ждут ошибки, а Навик к этому готовый. Ну, конечно, игры индивидуальные. Вот этот раунд крутой от Гитрайта, конечно. Тут немножко заволновался Электроник, неуверенно вышел и позволил Гитрайт убить четвертого человека. Но вообще, если честно, по индивидуальному уровню смотришь, ну, просто приятно смотреть, как отыгрывают ребята из Na'Vi. Электроник с 5-7, минус 3. Егорка с деглом один в один промахнулся в бок, обидно. Собрался четко одну пулю, дал. Следующий раунд прием на B, минус 4. Даня Зевс, сколько моментов, где он пережимал своих соперников. Ну, просто круть, круть, у меня нет слов. Тяжеловато, тут мы с Денисом подметили нашему другу Бумычу. Все-таки новый коллектив ответственно совершенно другая. Нервозность. Нервозность. Как бы он не говорил, что он не будет переживать, что он спокоен. Оно все-таки есть. Все мы знаем, каково это. Мы уверены в одном, что не на этом, только в следующем турнире Кирилл покажет великолепную игру. Мне кажется, что это отличное приобретение для команды Na'Vi. И со временем он станет просто... Ключевое слово сейчас от тебя звучало со временем. Все-таки это долгосрочная перспектива Бумыча, я имею в виду. Ну, понимаешь, я вот так мельком читаю комментарии, может быть, чаты даже посмотрю случайно. И люди очень критичны и требовательны. Если человек плохо сыграл карту, его сразу уже плохо играет и так далее. Зачем его взяли и так далее. Ну, никто даже не представляет. Я не говорю о том, что сядьте на его место, представьте. Это ладно. Но никто не думает о том, что это новая команда, новые люди, новая атмосфера, новые ситуации, в которых для игрока какой бы крутой бы не было, просто сложно. И если посмотреть, чего уже достиг Кирилл и чего он может достигнуть, то люди, которые понимают Counter-Strike, разбираются, знают то, что рано или поздно он будет основным игроком Na'Vi, который будет вести за собой команду. И я считаю, что это отличное приобретение и просто нужно дать парню время. Ну что ж, дорогие друзья, дальше мы подискутируем на тему того, насколько крутой будет у нас Мираж, но лишь после небольшой паузы.